так ребят все я здесь начинается стрим ну и сейчас будет интересно как вы понимаете я думаю что вы прекрасно понимаете что будет интересно чем у нас группа б мастер колизей сегодня в общем ребятам ждем начало в общем Дайте кассетку, ребята, открою сейчас пока. Во-первых, во-вторых, на Team Liquid не мешало в стрим добавить. Во-первых. Я думал, звук тиховат, а у меня просто убавлен звук. То первые играют ЯХЗ, но вообще они стараются придерживаться, как бы, расписания своего. Но я вижу, что реки, например, вот уже ищут. Значит, наверное, опять что-нибудь местами там поменяют. Возможно. 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 А. Возможно. Возможно. Субтитры сделал DimaTorzok Так, Серао Харикейн спрашивает Да, Серао Харикейн первая, но Ну хрен знает Что-то Харикейн не видно пока Серао, кстати, неплохими коэффициентами идет Против всех вообще Так-то 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 Что-то решили в этот день Сегодня жёстче подходить что-ли Вот, запись прожимать не надо Это стрим из игры Здесь запись на ютубе будет Поэтому всё ок Вот В этот день решили пары Не менять, короче, местами А начать с других какой-то Ну-то научен-эпакт Например, здесь есть Сынкин и тьфу Это сахарикейн и яйцэн и яйцэн и яйцэн и яйцэн и яйцэн и яйцэн и яйцэн. Так, вроде идет сюда Хоррикейн. Так, ну сейчас надо будет переименовать тогда. Во что-то. Добавил инди. Да, Хоррикейн здесь. Здесь утирал Хоррикейн, ребят, я сегодня и не стал даже задержку выставлять. Сейчас посмотрим, какая там у пацанов задержка, есть она вообще или нет. Я тоже привык с задержкой стримить, но вчера ни у кого не было, поэтому ее, ну там... Точнее у китайцев было 30 секунд, как бы у пацанов, точнее у английского стрима Тэнши, но они китайцы, так понимаю. Вот, а у инди так вообще не было задержки. Вот, сейчас я хочу проверить просто, какая она будет там у них. Вот, ну а вам могу показать, что мы сегодня будем смотреть. А сегодня мы будем смотреть, смотрите, группу B мы будем смотреть. Смотрите, мне играют Элайв, Сирал и Новый Шн Эмпакт и Хоррикейн. Вроде как, расписание хотят они выдерживать. Что там моргает, я не понимаю. Сирал, Хоррикейн, Новый Шн Эмпакт. Ну, видите, пара здесь там, в сетку смотрите, все перечитать не буду. Десять пар. Бля, что она... Что вот это вот это вот? Что она долбится вот эта вот хрень? Что ты долбишься-то? Заживай меня, я поées, за-га. Нам срянут ровный день. Заживай что это ты? Продолжение следует... 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 Ну и как раз здесь, да, с такой экономикой 70 пробок Сейчас четвертый нейт тут закачает И как раз уже 200 лимитов Тут не за горами на самом деле Тем более гейтовка Аликейн добавляет некоторое количество Так, призма загружается Хара с призмой В это время стоит Харикейн Дома просто четвертую занимает Сирал гидролинга-беллинга Мне кажется, пушить тут собрался Но я думаю, что здесь без шансов Что-то, чтобы у него получилось Пять делков в другом направлении Сейчас пытаются броситься Гидролинга-беллинга Сирал даже не отдал, все в порядке Ну и ждет сейчас Ребят, может у меня в глазах Что-то, я не знаю, у меня такое ощущение Как будто какие-то, ну Как фризы какие-то Идут что ли, я не знаю Что-то непонятное происходит Сейчас 28 FPS Кстати, это мало в Старградке бывает Некоторые моменты Может быть надо графику Немножко подобрезать, кстати Не знаю, какая она на этом сервере стоит Ну вроде не супер максимальная Как бы Такое у меня ощущение возникает Что игра как будто спайкает иногда В общем, такая позиционная В кавайна идет, ребят Сирал, ну как позиционная Сирал, ну, пришел такой Типа сейчас про атаку Понял, что там у фарикейна уже уго-го чего И передумал, вообще-то, атаковать Фарикейн сам пятый Не тут поставит Четыре зелка Его там охраняют, контролят По два эморфла строятся Архонщики Шторм Грейды Третья играет Фаржа Флитбикон Старгейт Второй Мазершип Сейчас, видимо, будет заказан Стандартный Абсолютно На данный момент Ну а здесь забегание С собачонками идет Зелки прыгают вперед Их отбивать Здесь семь дилоков На самом деле Они более-менее Здесь неплохо Будут с ними биться Но собак слишком много Их 20 плюс Было там даже, может Побольше Маленького Но в итоге Переварка Укарики Вот надо сейчас По тонке строиться Вот сюда, зелков Выбегать и разводить Пытаться вообще Вроде не супер жесткие Какие-то настройки стоят Надо, наверное Их еще поменьше сделать Или я просто загоняюсь Нормально Так, забегание Оуу Шторма два Пошли Не успел Архонд, к сожалению Слиться Мазершип Скором надо выставлять уверчашу. И уверчаш, и таймвар. Всё, Харикейн успевает делать. Бегает ещё в центре. Но сюда на крип очень опасно входить таким миксом. Почему-то здесь до этих ребят бейны докатятся. И они штормы не выкинут. Не выкинут, то там всё печально будет вообще. Ну вот, посмотрите. Сиральчик выходит в брудов. А здесь просто темписты строятся по три штучки. Месторождение. Войска Роя атакованы. Войска Роя атакованы. Так, ну пока везде Харикейн Ди. Очень хорошо дефится, ребят. Взера вроде как не может продавить никак. Вот уже Мазершип пошёл. Не знаю, с демодженного Мазершип Кора сливать Мазершип. Это не очень хорошая идея. Вот здесь на халяву бейлинги проходят. На четвёртый утирал и Мазершип заметил. И рабочих всех убил. В итоге кроме одного повезло. Одному тут в одной пробке. Но надо заказать просто пять пробок. Точку сбора поменять, собственно говоря. И всё будет ок. Здесь всё добывается на четвёртый. Там всё добывается. Входит Харикейн. Бэйн обшатает. Уже показал, что у него темписты есть. Ну, надо шесть их сделать. И всё. У него больше не нужно будет вообще эти кеми-то строить тогда. Овера заминусовал. Потери совсем не в пользу. Ферала 3К. Он больше потерял в этой игре уже. Тут Харикейн что-то... Фагедре вслед шторм пустил. Но толку-то. Она ушла просто. И пять секунд на лингах остаётся, соответственно. Таак. Опять снизу вообще Короче, постоянная оппозиционная война Вроде как Харикейн уже шестой Нексус ставит У Сирала тоже шесть хат Стационарную оборону пилит Королевами инъекции постоянно идут И что в итоге-то мы имеем 21 гидраль из 5 корабля 6 брудов, 5 инфесторов И еще шесть строится Неврал, короче говоря, у Сирала будет Вот я не знаю, почему Харикейн Не хочет, например, землей Плюс темписты попытаться что-то здесь делать Он выходит в армаду, блин А армада, знаете ли, это сейчас такая тема Которая, ну Не всегда срабатывает С зергом идеально Если сейчас Сиралкрип напилит Спорок напилит там по всем направлениям Поверьте мне, Харикейну Очень непросто придется биться здесь Вот и я, брат, уже, что подлаги Какие-то бывают Я без понятия, из-за чего они могут быть Опухоль атакована Войска Роя атакованы Кури атакованы Гены изменены Так, здесь хорошо, что армом бойлингов закончил Сейчас я еще графику порежу Чуть-чуть пауди Немножечко А то что-то, ну, как-то Походу, может Графика фпс проседает Немножечко Так, ну да Сирал все с пурками тут обнес Инфестеров аж 15 Закопано уже Есть караптеры, есть бруды У Харикейна плюс 5 карреров еще строится Запасы там и там копятся Сейчас битва развернется За последние 4 базы, которые в центре Ближе к центру тут находятся Так, тут Ревелэйшн Сирал кинул на гидру Все нормально Ой, простите Харикейн Фотонки восстанавливаются Чтоб так в наглую гидра тоже не ходила Здесь вот за минеральной линией парочку Фотонок не помешало бы оставить 3-2 уже воздушные грейды делаются Жесть, вообще грейды, конечно, хорошие Ну вот Здесь вторая броня Вторая атака в шпиле Еще один шпиль делается Все выходят максимальные грейды Сейчас У Протса уже третьи поля делаются По земле у Протса, кстати говоря Не то что печально Архоны будут вообще великолепные Считай максимально грейжные сейчас То есть им 10 хп вот эти То есть тут 0 брони на них Им вообще пофиг Как бы практически Потому что Но с другой стороны Если доберутся там До 10 хп Собачка То она почти что С укуса С 1-го 8 демеджа Она нанесет Архону Потому что у нее С тремя грейдами Будет 8 Например, с тремя когтями И даже Брудлинг С трех раз Закусает С двух даже раз У нее 4 демеджа У грейджиного У него Бой-ой-ой Там чего Надо-надо Наземную броню Тоже делать Но у Форжа Видимо одна У Харикейна Да Нет Одна Но нужно в ней Заказывать просто подряд Потом лепить грейды Эти и все Ну все Пошла битва Ребят ФС-18 Ну это как-то не очень Вообще Хотя выглядит Все как будто Ну вроде нормально Происходит Да Вот Архончик Украден Ребят Вот Мехос Пошел по Интерцепторам Харикей Нашел уязвимое Направление Какое-то Получается Так Не хватает Здесь у нас Не врала Законтрить Что ли Энергия А Нету Вижена Не было У Харикейна Но он вынужден Отступить Сирал тут Начал Мехоса Накидывать А Здесь еще И гидра Контратаковала Ну Надо Конечно Тая было Свалить 17 Корапторов Сирал делает Второй Шпиль Начал Работать Насколько Я вижу Ну 5 Гидралисков Стоит Прямо Рядом Нет Бы Поставить Так Чтоб Они вообще Не ушли Просто Наверх Юнитов Поставил Так Чтоб Все Убежало Спокойно Абсолютно Мы настроены Так Ну Третья броня Воздушная Да Вообще Полная Игры Депишит Вообще Третья броня Третья броня Третья броня Третья броня Бой 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 Будет давать У тебя там много гейтов Сгрыженной Землей То можно В процессе Размена Доварпливать Еще Землю Ребята Пошли Не врал Куда Они На Темпестов Были Накинуты Решил Бросить Своих Темпестов У нас Харри Кейн Телепортнулся Домой Молодец Так Здесь тоже Третья Грейды Доделываются У Верга Ну земля Сейчас полностью Грейженная Будет На воздух Одна броня Осталась Чуть не делается Она Не поняла Почему Здесь Ченчлинги Подыхают Там Легали Они Ну Это Как-то Слабо Защищенный Неккут Я бы Назвал Это место Один Зилок Говарплив Точно Не может Перевернуть Ничего Но Тут Нексус Близкий Вообще К Зергу И Просто Ставить Четыре Фатон Берем Пять тысяч Ресуск Здесь Надо Поставить Пятнадцать Двадцать Фатон И Вообще Не Парятся Так Осталось И даже Не надо Не Ну До Пятидесяти Ладно Может быть И надо Восстановить Но Тут Боевой Лимит Уже Значительно Более Важен Просто В такой Ситуации Так Еще Два Темписта Не Забывает Что Главное Хоррикейн Еще Про Одноземные Игры Ид Насколько Гейтов У него Кстати Десять Ну Десять Конечно Для таких Запасов Это Не Прям Не Очень Много Тут Гейтов Надо Штук Шестнадцать Делать Чтоб Полный Вар Был Лак Полный Десять Маловато Шестнадцать Куда Ни Шло Если Хочешь Свич А Лучше Даже Штучек Двадцать Чтоб Гейтов Было Почему Потому Если Хочешь Свич Делать Резкий С армадой В землю То Так И Нужно Сделать Ну А На самом Деле Я Не Уверен Что Просто Такой Свич Хочет Сделать Сейчас Зерги Делают Такой Микс Сразу Полностью Лейт Раньше Например Против Армады Зерги Пытались Там Даже С порками Обносясь Чисто Карапторов Воздух Делать Не врал Был Недооценен Ну Плюс Он По другому Работал Немножечко Да Как Вот И Была Возможность Сличнуться Землю Просто За два До варпа Сделать 200 И Зерги Не успел Подстроиться Здесь же У Зерга Уже Все Подстроено Заранее У него Есть Неврал У него Есть Бруды Главное Выдерживать Здесь Прессинг Но Нужно Не давать Конечно Этим Темпистом Стрелять На халяву Там И Вайперами Нужно Зеленку Применять Идет Вперед У нас Сирал Ребят Зеленка В Кайров Просто Дикая Проходит Микос Жесткий Но Все Пока Живет Ребята Телепортируются Харикей Назад И Кто Плюс Разменивается Сирал Больше Теряет Запас Копится Но Вот Это Что За Ёма Посмотрите Как Зеленочка Накинулась Вообще Просто Жестенько Так Еще Один Нархон Погнал Плюс 8 Инфесторов Добавлено А где Мазершип Мазершип Живой Мазершип Нормально Если чувствует Третий Играет На броню Наземную Сделать Все нормально Будет Привет Иван Антоненко Телепорт Сбивает Ли Зеленку Зеленка Она Если Юнит Погибает Она Остается На том Месте Где Этот Юнит Находился Просто В пространстве И жгет Тех Кто Рядом Находится То есть Если Ты Телепортируешь Так Полагаю Она Просто Останется На месте Телепорта Как И все Но Пока Ты Телепортируешься Она Будет Жечь Так 200 200 Спорки Стирала Мне кажется Надо Просто Ему Вот Посмотрите Что это Жиденько Здесь Надо Спорок Два Три Раза Больше Держать Просто На каждом Направлении И не Палиться Просто Потому Что Вот Эту Ты Семеленно Выкачал Эту Потом Эту У Зерга Есть такая Возможность Медленно Так Переходить Как бы Туда Далее Получается Крип Да Иногда Бороться С крипом Стараться То есть Чтобы в центре Слишком близкого Крипа Не было Потому что Иначе Зерга Очень быстро Может прийти Так Здесь неплохо Стадис Сравос Собаки Вообще Все Заблочили Даже Здесь Просто Сюда Не выдвинуться Дальше Вообще Заранее Здесь Есть Такой Третья Броня Наземная Харики Заранее Пришел Здесь Харики Отогнал Кто Ну Эта база Важная Очень На самом Деле Потому что Добыв Эту базу Останется Просто Вот это И вот это Свободная Как бы И каждому Придется Игроку За них Биться И мне Вообще То кажется Что Ну Не кончится Игра Быстро Потому что Никто Особо Не горит Желанием Идти Вперед И отдаваться Вообще Так Патроночки Тут Добавились Заранее Два Два Орхона Оставил Два Псиштермомика Но Энергии Пока нет Это Не очень Хорошо Потомки Блин Поставил Просто Таким Образом Что Они Блин Ничего Не атакуют Сейчас Только Сейчас Потомки Начали Атаковать Идролингов Фатон Украсть Потом Потому что Она Может Снесена Просто Моментально И Все Блинка Чхарик Ейн Делать Видите У него Есть Чарж А Блинка Нет Блинка Очень Важен Да При Размене Именно Если Землю Добавлять Талкер Очень Важны Вообще Убивать Убивал Своих батонов Строил Новых Премия Дарвина Тебе Емою Тогда Даже Несмотря Здесь Все Краснющее Просто Нужно Сплетануть Как бы Оно Нормально Подерется Но Эта Армия Стоит Просто Ну Примерно Как запас Короче Вот этот Вот Даже Больше Смотрите Почему Показывают Куперов 9 Да Вот Сейчас 9600 На 8300 То есть Эта Армия Стоит Больше Чем Запас Ресурсов Короче Ой Какие Фидбэки Харикен Запилил Был Вижен Короче Говоря Я не знаю Обсервер Видел Или кто Видел Инфестров То есть Фидбэки Неплохие Прошли Но Вайперы Зато с энергии Вытягиваются Кайрера Вытягиваются Темписты Но Харикен Бросает Остальную Часть Армады Прикрывая Тех юнитов Погибших И здесь Просто Нечем Держать Корапторов Не хватает Ничего Не хватает Выпиливаются Спорки Уже Можно Отфокусить Инфестров Которые Заневралили Что собственно И делает Харикен В итоге И два Архона Даже выжили Новейшая База Сирала Падает Я не знаю Сможет он Оправиться Вот от этого Момента Мне кажется Что уже Вот Блин Выпилили Архона Без полей Брудлинги Сейчас Когда Архона Брудлинги Выпиливают Где-то Приунывают Один Там Артанец Звератул И т.д Вот Пять ультралов Что вообще Сирал делает Какие пять ультралов И что делает Харикен Два дарка Сюда До варпа И все Будет отбито Просто Вот Наконец-то Он сообразил Четыре дарка Два зелка Надо блин Даркам делать Чтобы они могли Сзади блинкаться За такими юнитами Как ультралы Гидралы Вообще Дарова Всем ребят Идет вперед Харикен Кажется Он ставит Точку Короче Здесь в этой игре Какие ультралы Вообще Хотя нет Здесь земля есть С одной стороны То есть Здесь надо Ультралов И Бэйнов Немножечко Оп Какой Своевременный Телепорт Сейчас был От Харикена На второй баз Телепорт Придется Гейт убить Дружок Куда же Телепортируешься Ты Е-мое Что ж Ты ослепший Что ли Не видишь Куда Телепортишься Архоном Там-то Не пройти Будет Сколько Гейтов Девять У тебя Осталось Сирал Берет Верхнюю Бас Пытается Взять По крайней Мере Харикен Именно Туда Я полетел Три Карера Две Грелки Добавляет Еще До Двести Отстроился Усирал Потратил Все И Сто Пять Отстроил А ты Гришь Убить Кареров Е-мое Всех Ну Давай Харикен Подменяет Кат Сирал Эскейп Не жмет Блин Шестот Минералов Осталось А он Эскейп При этом Все Не жмет Опять Атака И опять Кстати Безуверсира Разве Что Скорки Сверху Там Есть А больше Ничего Нет Хорошо Бо Спасти Нексус Но Главное Здесь Все Забрать Вообще Сирал Собак Харикен У Сирала Собаки Накидываются На Нексус В итоге Нексус Просирает У нас Получается Харикен Но Армада Здесь И запас Ресов Здесь На его стороне Здесь Сталкером Надо уйти К Зилкуна Влинканутся Наверх Что ж ты делаешь Сейчас Закадешится Конечно Что и делает В итоге Харикен Идет Мимо Сейчас Всех Всех Юнитов Влинк Опять Закадеш Сейчас Можно будет Вниз Просто уйти Ну а Сирал Видимо Все решил Типа Будут Дефиться На этой Дальней базе Харикену Можно взять Вот этот Нексус Ребят Взять Весь Прирост И пойти Вот эти Убивать Вот эту Хату Вот эту Хату И сюда Идти Так Освобождающим Машин Да и Хрен С этой Базой Здесь Уже Выкачана Она Стирал Ее Будет Брать Потом С темпистом Его Можно Будет Выбивать Так Саплай Блоки Делать Но Харикен Предпочитает Пойти В лоб Какое Мясо Вообще Жесткое Вообще Ничего Непонятно Что происходит Пару Фидбэков Я видел Шторм Там Очень Хорошо Прошел Кареры Вносят Нифиговый Дэмэдж Просто В итоге 120 Лимит Сирала На 180 Харикена Два Неврала Здесь Ничего Не Изменит Здесь Надо Все Почти Заневрали Что-то Перевернуть Вообще Ну Это 1-0 Харикен Ребят 170 На 90 Мне кажется Здесь Шансов Мало Тем более Запас Ресов Слишком Большой Харикен Предпочел Телепорт У него Погодите У него Там Интерцепторы Кончились Телепорт Нет Интерцепторы Были Просто Одни Темписты Практически Остались Против Караптеров А это Очень Плохо Плюс Архона Еще Сталкеры Те Которые В центре Гоняли Тоже Примыкают К этой Армии И Заново Давить Будет Вообще Прид Тарабайт Прид Семь Не имею Запас Уметь Все Здания Собаки Да Они Для Размена Со Здания Подходят Но Если Убраться 150 Лимита Армады С Телепортом Мазершипа То есть Он С 200 Энергии Он Может Четыре Подряд Телепорта Сделать Мне кажется Перспектива Убивать Здание Ну Не Очень Такой Реальненький Пошел Замес Опять Ребят Караптеры Налетают Есть Темписты Здесь Гэпи Сейчас Сдирал Ребят Ща Надо Настройки Немножечко Подуменьшить Че-то Реально ФПС Проседает Как-то Я не знаю Почему Предыдущие Дни Вроде Так Дико Не Проседали А не Причем Может Че-то Запущено Да Не Вроде Ребят 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 Так Перезапускать Игру Пока Рано Сейчас Перезапущу Сейчас Посмотрю Как это Выглядеть Будет И какая Разница Вообще Будет Здесь Что Они После Первой Игры Забыли О том Вторая Карта Должна Вычесть Или Не Понимаю Похоже На То Так У нас тут Глубоко Одный Риф Карта Здесь Может Сиралы Получше Сыграть На самом деле Здесь Против Армада Проще Модели Останутся Высокими Пока А модели Да За погибание Это Отвечают Там И физика И все Дела Там Короче Что Там Некоторые Друг От Друг Зависит Настройки На самом деле Старкрафт Да Очень Неоптимизированная Игра Она Просто Жесть Какого То есть Ну Понятно Что у меня И стрим Идет 60 фпс 6к Битрейтом Но Старкрафт Игра Просто Такая Как бы Не супер Новая Какая И вообще Она Супер Новая Как Даже Лучше Вообще Другая Другая Так, кофе же стоит. Холодные, блин, уже, ребят. Сирал Харрикин, Сирал Семнадцатую Хату играют. Откуда я знаю, нельзя ли... Можно или нельзя, как бы. Вот. Просто, как кто-то давно ещё говорил, я не знаю, насколько это, как бы, правда. То есть, ну, то, что Старкрафт, он, как бы, под многопоточность вообще нифига не оптимизирован. Ну, то есть, ему желательно, чтобы у братца просто повыше частота была, то есть, получается. Вот. То есть, просто только, ну, помогает опсу там, да, справляться, а Старкрафту как-то не особо. Потому что там райзен 1700 у меня, там, восьмиядерный, 16 потоками, да, грубо. Ну, Старкрафту вообще по барабану. Так, веск Украина. Не, ну, а вряд ли буду стримить. Я не знаю, будет ли с чем-то совпадать или нет. Это вопрос, как бы, пока. Я не знаю, будет ли с чем-то. Ну, я и говорю, что два ядра максимум, там, в Старкрафте. Ну, как бы, это не очень, понятное дело. То есть, ну, в любом случае, как бы, опс зато работает. Понятное дело, чтобы, если бы я сейчас не стримил фпс, и все дела были бы другими. Ребят, пришел. Харикейн и отдал просто адепта сейчас. Здорово, Илюх, здорово всем. Вторая карта, мастерал Харикейн. Ребят, данный турнир, вчерашний день, уже выложена запись. К сожалению, там на три части пришлось разбить. Кто не видел, смотрите. Из-за падения стрима. Вот. Кстати, да, пацаны, вы мои эксперты, как бы, помощники. Причем я не шучу здесь, без всяких шуток говорю. Посмотрите на Team Liquid, пожалуйста. Не хочу отвлекаться. Есть там задержка у кого-нибудь вообще? Ну, у меня сейчас нет задержки. У Инди там, у этого, и у китайцев. Как бы, если нет, я там париться не буду. А то, может, у них есть, например. Я даже не спрашивал, но вчера, как бы, ни у кого не было. Особо. Прилетел Харикеша оракулом и ничего не сделал, кроме как подрезал. А что он одного подрезал? Личинка это была, ребят. Ноль стоит. Это только личинка, наверное, могла быть. Я даже не знаю. Нет задержки, да? Спасибо, спасибо, братва. Просто, ну, а то вдруг я косячу, там, как бы, мне что-нибудь скажут потом. Ну, конечно, на самом деле, здесь все, как бы, тихо, мирно. Ничего не скажут. Вот. Ну, отлично, что нет, значит. На нету суда нет. У меня тоже нет. Третий Нектус Харикен делает. Сирал в этот раз, как мне кажется, получше у него начало, чем предыдущий. Хотя, с другой стороны, примерно так же и в прошлый раз начиналось. Но этот раз адепта убил, например, без потерь. Оракул вообще ничего не сделал. Четвертую хату, вон, как рано ставят вообще. Так. Как что-то надо, эксперты, касаемо выражаешь эксперты в кавычках? Ну, вот ты эксперт по выражению своего мнения, не зная сути вопроса. Ну, то есть, не шаривай в нем. Как бы, в этом плане ты эксперт. Понимаешь, экспертом можно быть, ну, в разных направлениях. Как бы, всяких много сейчас дегенератства появилось в мире, то есть, как его там, там, плоская земля, там, я не знаю, секты там, то есть, всякое много темы. И все выражают свое мнение, как бы, ну, то есть, если, грубо говоря, об этом говорить. Не просто выражать свое мнение, а подкреплять его какими-то моментами, фактами, что называется. А в данном случае, здорово, а так, в данном случае, у нас вообще, комьюнити, короче. Ну, то есть, происходит что, как бы. Я рут имба-имба. Вот. И т.д., и т.д., и т.д. А толку-то что? Ну, или, например, как с этим пассивом получилось. Там кто, ну, то есть, постоянно кто-то недовольный, как его, то есть. Крит, который там круто играет, ну, просто там, ну, то есть. По игре этого не видно было. Даже не Разим, который, блядь, школу еще не окончил, и то что-то пишет в чатике. То есть, ну, то есть. Ну, поэтому, как бы, приходится обрубать. Вот. И даже дело-то не в школе, а в том, что, как бы, уровень Старкрафта для начала возьмите, как бы. Так, ну что же, ребята. Давайте игру смотреть. Две фаржи от Харри Кейна. Сейчас грейды пойдут. Четвертый Нексус. Ну, кстати, Сирал опережает просто нереально по именно грейду, по вот этому когтю. Блин, ну если бы это был... Хотя, в принципе, собаки здесь представляют пока основную силу. Ну, с другой стороны, вот если бы он еще... Ну, это я многого хочу, конечно, второй Эволюшн, чтобы на Гидруб. Хотя бы одна атака еще рейнжовая была. Фаржах 1-1, погнала. Я пока не знаю, какие там изменения хотят в игру вести, потому что... То, что мы читали давно, уже может быть изменено. Все, но... Нет, что-то менять, наверное, надо. Нет, на месте Близзардов я поаккуратнее делал. Либо... Каких-нибудь юнитов, может, новых. Ну, хотя, какой здесь новых юнитов, если этих... Эти не все используются. Мне кажется, нужно механику батлнета менять самого, как бы. То есть, как скины все вот эти работают. Вот эту прень, как бы, нужно заняться, а не баланс, как бы. На самом деле, сейчас игра прикольно строится, да. Нужно что-то тоже поменять, чтобы было интереснее на лейте. Просто пришел, тирал, развалился. На самом деле... Блядь, только темно было, открыл, сразу солнце вышло. Что за подстава? На самом деле, ребята, мне кажется, вот, я бы... Я бы ввел, например, в зергу Деворера бы юнита, например. Ну, вот, чтобы с армадой было проще бороться. Не так сидеть просто за обороной все время, а как-то в лоб получше было бы, да, там, биться. Ну, тут это... Не, если юнитов вводить, то вообще игру переделывать надо, как бы. Короче, ХЗ. Я думаю, что изменение это положительный момент. Но менять надо не только юнитов, а вот. То, как собираются турниры поддерживать Близзарды. Короче. Опять тирал тут собирается давить. С двух сторон заходит атака. Штормы пошли, бейлинги. И очень слабо бейлинги как-то доходит. Сирал в хлам разваливается здесь. Как же убого он атаковал вообще. Не могу. То есть, не узнаю реально Сирала. Он просто, ну, сейчас ни о чем атакует. Я от него большего ожидал вот в этом матче реально. Причем он сейчас и по грейдам будет отставать уже. Хайва нет. Я не попытался как-то сменить направление удара вообще здесь. Хм-хм. Хм-хм. Хараз на мэне тут уже у Сиральчика идет 159-183 в пользу просто по лимиту. Лимита уже больше. Ну, я не знаю, если здесь еще Зерк способен выиграть, меня очень сильно это удивит. Ну, мне кажется, что сейчас Харри Кейн вперед пойдет. И Сиралы здесь очень тяжелые времена настанут. Ему плеток их не сможет подстроить, я не знаю. Так, линги забегают. Там выход уже пошел. Да грелку сбей ты гидралисками. Что ж ты делаешь-то? Сбить же ты ее наконец-таки. Во, сбивает или нет? Даже не сбил грелку. А нет, сбил все-таки в итоге. Так, здесь Архонов несколько словлено на Амуве. Посмотрите. Ё-моё, Харри Кейн без... Бейлинги катятся рядом с Архонами. Проходит Шторм. Сиралы их отводят. Введит их в Архонов. Они... Они и так взорвутся дэмэджем, намнесут. Хоть какая-то польза будет. Так, Давар там по 10 делков идет. Просто гигантский. Здесь у нас Сиралы вступает. Морфит при этом новых Бейлингов. Собирается принять бой. Шторма много очень. Шторм проходит. Даже на Крипе тут Кори Кейн очень жестко штормит. Сирал еще Бейнов сливает. Но просто не хватает ему ресов, чтобы все здесь сдержать и отбиться. Призма достает уже такой раз вообще на мэне. Вынужден Сирал здесь гидры держать. Кусман хороший такой. Сейчас вторая атака, когда делается гидраль, а скипажа еще дамажить будут, конечно. Шестая хат пошла. Есть, видите, Грейтер Спайер был же, да? Нет, шпиль просто... Сейчас Грейтер только пошел. 10 дронов Сирал еще подстраивает. Понимаем, что экономика ему нужна. Гидра на патруле, на мэне. Так, Бейлинг докатился. 8 пробочек, хоть минус 0. Ну, как... Так, ты вот, блин, короче. А, все, понял. Я знаю, кто звонит, ребята. Сейчас я возьму, погоди. Хотя, ладно, не буду брать. Здесь атака идет. Пошел в размин, ребят. Это мне про Шеврона. Звонят, там заказывал. Архоны и Морталы сталкивают штормовики. Сирал контратакуют. Небольшими какими-то группами. Абсолютно причем небольшими. ГГ. Он пишет. И ливает просто. Это фиаско, братан. 0.2 от Харикейна отлетает. Ну, а что делать? Ну, с Харикейном надо как-то агрессивнее, мне кажется, играть. Пушить какую-нибудь ее хренью, может быть, не знаю. Кто далее? Сейчас узнаем. Сейчас я перезвоню, ребят. Надо перезвонить. Быстренько. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Неизвестный поддержал ваш канал на 124 рубля. Продолжение следует... 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 Полный, вперёд! Давай, удиви меня! Посылайте подмогу! Режим готов! Наши КСМ атакованы. Так, ребят, придёт Шаталити здесь на дропчики. В это время забежал, там немножечко Харикейн ещё не получилось. Пока к Тейновешен в абсолютном просто плюсе по лимиту. Честно говоря, и нет предпосылок, чтобы Харикейн как ситуацию здесь поменял. Грейды раньше, всё раньше, всё строится. На третьей стенку уже выстроено, третья добывается хорошо. База. Здесь в это время, что у нас происходит? А, ну тут дроп стоит, один Марик на Ксилнаге. Зачем нафиг на Ксилнаге его оставлять было? Непонятно. Ну, он справляется уже. Третью собаку покрошил, говорит. Мерзкие твари, идите сюда. Проклятые твари, точнее, ну это Марик из Варкрафта, говорит. Харикейн. Да, Харикейна здесь нет. Здесь есть Инновешен. Харикейн ещё будет биться, ребят, с Инновешеном точно. С Сиралом-то он побился уже. Так, загрузка. Опять улетают Марики. Да на лоу-граунд дропнись. Ты куда ж ты прямо-то так летишь? Ё-моё, сейчас мута настигнет. Начнёт Медивак выбивать. Надо дропаться на муве хотя бы. Инновешен начинает дропаться на муве. И Медивак-то Харикейн не отфокусил. Молодец, вкладнокровно взял и летел вообще. Взял и улетел. Сверху дропчик работает. Четвёртый ухат, конечно, занял Харикейн. Ну, про Харикейн. Импакт, конечно, занял. Не Инновешен у нас на 30 лимит, а больше чем-то боевой лимит. Я думаю, сейчас по 2-2. Тайминка Инновешен как раз начнёт. Шевеления какие-то тут проявлять. И идти вперёд. Да, вот уже движение идёт на центре. Да, пошёл Инновешен как раз в четвёртой базе. Почему он сюда идёт, ребят? Он понимает, что здесь на этом направлении крипа немного. И поэтому сюда и двигается. Заходят бейлинги. Инновешен там сплитится. Не идеально, но нормально. Ему Талисков 2 срезал. Третий там еле живо ушёл. 173-156. Грейды 2-2. Тирановские на 1-1 зерговские. Вот посмотрите, как нужно использовать тайминг грейдов. Только 2-2 доделось. Инновешен уже был в пути, когда 2-2 готовились грейды. И он шёл безопасно вне крипа, так что субзерг нормально бой принять не мог. А дошёл уже при 2-2 грейдах. И просто с супер сплитом крутым. С этим полукругом марики ставят. До них вообще никто не доходит. Вы видели вообще, какая позиция? Вот это чуйка позиции. И в итоге, вот потери вам в конце какие были. Хороший. Инновешен 1-0. Вторая карта нам нужна. В игру. Нет, инновешен, конечно, по чувству позиции и контроля. Это просто огонь, конечно, с его стороны, ребят. Это не отрицается. Мною вообще, я думаю, никем не отрицается. Пилю рекламу, ребят. Поэтому всем спасибо за блоки отключенные. Помните про поддержку. Всем за это большое спасибо. Можете через плеер, как угодно, короче. Там смотрите. Реквизиты тоже везде есть. Короче, ребят, вторая карта импакт. Харикейн у нас сейчас будет. Импакту нужно собраться и дать бой инновешену, иначе ггенчик. Глубоководный риф, между прочим, карта у нас здесь. Уж не будет ли мех здесь инновешен. Играть не знаю. Играть не знаю. Ну что ты там гигиеной занимаешься? Чарлик там. Ну что, 1-1-0 инновешен. Достаточно легко он с импактом в первой карте справился. Ну и вообще он в этой группе, конечно, фаворитом выглядит, безусловно. Инновешеный лайф сирал импакт. Харикейн, я не знаю, кто ему будет, сможет здесь реальный дать. Но он выглядит сильнее других. Да все здесь группы крутые, ребят. Очень крутой турнир. Молодцы, китайцы. Надеюсь, что они продолжат эти турики делать. Давайте-ка его. Здарова всем. Здарова, Эймер, кстати. Спасибо тебе вчера за подержусь. Кто-то наглухо пропал вчера года. Вот. было интересно, сколько ты вчера там что-то, что-то поднимал, но уже, уже ладно, забей. Главное, сегодня тогда. Короче, рипер заказан, цеха делается. Здесь 17-я хата, газ пул. Здесь через... газ барак, получается, в рипера в цеху факту. Или даже барак газ был, потому что газ не так уж много. После рипера марик в реактор. То есть факта реактора. Ну да, такой достаточно стандартный билд. Ай-яй-яй-яй-яй, что-то рипер здесь попал в засаду просто. Маневрирует, оказался он ловким парнем. Ну конечно, ведь риперы же они по компании это уголовники бывшие 95%. Понимает, что мыло лучше не ронять, а если уронил, особенно на крипе у зергов, то надо бежать, не нагибаясь и не поворачиваясь очень быстро, врубать форсаж на своих этих двигателях, которые там эти прыжковые там у них, как они называются-то я забыл. Нитроускорители, вот. Поэтому ушел. Полотенце тоже? полотенцам надо подпоясаться как бы нормально, чтобы, ну, чтобы все, что открыто было, закрыто по максимуму. Хоть чем есть. Так, ребят, минус-ну, все-таки рипера импакт. Залетался там и навыщен, геликов продолжает строить. Нерасторопный все-таки отказался. Не на одном углу приняли, так на другом. Где старое кресло? Вот это старое кресло. А старое новое кресло, геймерское, у друга моего, который собирался как раз с этим вопросом заниматься. Ну, а я предложил зачем, как бы. Мне два здесь, чтобы стояло. Мисань, прохладные истории про полотенца. Морг поддержал ваш канал на 100 рублей. Спасибо, Моргага. Морг, точнее, Моргага. Неважно. Ну, это как пики-точеные тоже там как по пудам, по следам. С полотенцем это уже чисто, ну, такой дерзкий развод. Так, еще минус гелик. Не, в этой игре как-то хорикен. Смотрите, по лимиту и в целом-то получше, чем у и на вышнюю ситуацию. Неплохо идет, я бы сказал бы. Где инженерочки? Есть у инновационные инженерочки, в общем, он грейды не заказывает. Здесь уже один-один пошли, между прочим. Да, вот пошли грейдики. Ну, отставание не катастрофическое. Отнюдь, нормально вообще. Да, хорикен опять приехал, что ли, блядь, хорикен что-то мне запудрил голову. так, с импакт. Ну, битва продолжается, автотурелья здесь харасс идет. Видите, ревена что-ли потерял? Не, вот он висит, я уж подумал, она еще ревена потерял. Двойной дробщик полетел, но есть шанс сейчас четвертую базу отменить. У импакта вроде все в порядке, но посмотрите на его контроль карты. Из-за наличия, погодите, а викинг был вообще? Да, был викинг, из-за наличия викинга в общем-то пришлось все стянуть, в общем-то, домой, все ховеров. В итоге нифига не видит у нас импакт. Вот инновацион заходит, начинает фокусить бейнов, но тут их реально много и всех не отфокусил. Надо улететь, потому что крип где-то вычистить, дропнуться с другой стороны. Еще один дробщик в другом направлении пошел. Здесь стенка закрывается, танк плюс три гелика дома. Второй танк, кстати, прямо здесь можно разложить и здесь прикрывал бы, и здесь бы прикрывал немножечко, если, конечно, какая-то движуха бы происходила бы. Второй дроп, здесь дропнуться-то особо некуда, здесь на второй базе вообще хорикейн опять. Импакт, молодец, спорки на перилу, сейчас еще крипту, можно сюда поставить, сюда спорок пару, заказать, раз, два, и вообще все хорошо будет. 9, 11, ксм от минус, это очень жестко, на самом деле. тканет и навыщенную очередной раз, крипт тут подбрил, на четвертую передропчик идет, но дрон погибнет один точно, остальные все живы, видит гидру, понимает, что есть вероятность, что медиваки могут здесь быть сбитыми, поэтому ушел. На мэне заблочил тут, ну как заблочил, часть юнитов стянул на себя, вот этот дропчик, у него всего 6 мариков сидят, а здесь 4 гидралиска, королев 5, все это дело охраняют, может часть уже увезти, конечно. И вот у навыщена 2-2, то они намного позже, даже чуть раньше, чем коготь, например, второй. Опа! Респект таким пацанам, как импакт. Вот, почему? Потому что они, он играет как рок, но рок играет против мех стиля таким образом, здесь же против био стиля игра идет через 3 эволюшена. Ну посмотрим, какие-то плоды это принесет, конечно, это не значит, что прям взял и победил, сейчас так грейдов много надел, и навыщен тоже не пальцем здесь, сделанные у него грейды, штампуются на ура тоже, но будет и ядра грейженая, и линго-бэйлинги будут грейжены, и все будет очень сильно грейженое у зерга. Ну а инновейшен тем временем... Так, а в турели прилетел, ревен опять поставил. Ну так, 4 рабочих погибло, собачки погибли, а инновейшен движение какое-то предпринимает здесь и сейчас. В то время, как к нему идет забегание, вот здесь бы был бы запилен, сенсор Тауэр, уже бы это было бы невозможно сделать так, а сейчас вот это данное забегание может быть эффективным очень. Хотя, с другой стороны, у инновейшен прирост очень хорош, конечно, и продакшен очень хорошая сейчас. Так, танки сижатся, здесь инновейшен. Видите, что-то бэйлингов ряда много. Танки рассижил, пытается сагрить зерга сюда, но... Хотя нет, прирост нормальный, пришел, вот бэйны все взорвали, здесь стимится инновейшен, хорошо, что на биву они покатились, эти бэйлинги. Собаки заходят, да нет, здесь двумя медиваками вполне достаточно юнитов, чтобы выдержать этих собак на лом, тем более у них один ковать, а здесь 2-2 уже грейды, то есть, вы видите, собственно, и произошло, то, что инновейшен выдерживает, мародер, марик, справятся с четырьмя лингами, дальше забегающими. Разносят просто. Марик 5 забрел, мародер 9, нихрена себе мародеру вообще дает. 9 юнитов, напробревал, здесь 4-ю блочит инновейшен Харикену, Харикену, блин, Харикен идет вперед, но здесь уже планетарка, а на планетарку очень, на самом деле, опасно наваливаться в такой ситуации. Здесь хотя бы рабочих увезти, инновейшен, и все хорошо будет. Так, либераторы ничего не перекрывают, на вторую базу врыв идет, на мейне врочится рампа, стимятся марики, пытаются инновейшену принять, удачно это все дело, и принимает достаточно удачно, бейлинги где-то сзади, здесь все лишь один танк мародер, но приходит Био очень неплохо сзади, потому что в атаке было, встретиться цехе, но планетарку переводят рабочих у нас, инновейшен, надо отвезти, а то Бейны сейчас закрошат, КСМок, надо всех увезти куда-то, авто турели выставлены, планетарка падает, орбиталка ушла, гидралиски все изничтожены, инновейшеном, третья атака делается, планетарки лишился, вот это плохо, и что планетарки лишился он, но выбил здесь четвертую базу, этот момент я даже пропустил, дропчик это видимо был, который точку поставил, в истории этой базы, и ЦЦХСМейна на четвертую летит, да, она теперь менее защищенная, но добычу удается сохранить, здесь инновейшенную, это очень важный момент, ну а здесь через низ попытка выхода идет, так, причем здесь такая пачка био, жестко сзади еще подходит, так, наламываются линги, танк делает, оуу, тут хорошо встречает, инновейшен просто собак, пришел на центр, группка небольшой, надо бы прирост к этой группе, подвести бы, здесь пару лингов, инновейшен, все, 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 сейчас стягивает, сканит, видит, что где происходит, ой, танки поперли с гидрой, просите, ультралиски с гидрой, ой, инновейшен, армия вся растянута, неужели слился сейчас, инновейшен здесь, и пока еще не слился, но, против ультры здесь как-то дерется, он странный, если честно, инновейшен, как мне показалось, это действительно как-то странно было, ну хоть часть увез юнитов, ну, видите, лимит-то какой-то провальный, стал уже, 166-113, сможет инновейшен выдержать, но танк есть, здесь био еще есть дополнительное, может быть и сможет даже, да, держать прессинг, если харикейн сюда, в эту базу наломится, как-то кривовато, грейд, есть преимущество по атаке, по крайней мере, то есть, три грейда на атаку инновейшен, у харикейна там, два-два милишные, один ранжовый грейд, опять же, собирается разводкой, разводкой заниматься, харикейн, и навейшен, кстати, группку небольшой лингов под рампой, вот он видит уже, среагируя инновейшен, как-нибудь, ну, явно ж видно, что разводит чертяга тебя этот, но танчиков там нет, что-то туда-сюда все катается, все, инновейшен понял, с чем пахнет, куда бейлинги заходят, принимает бейнов, собаки тоже сюда ломятся, да куда здесь мариков, мародеров, просто нереальная пачка, стенку сразу восстанавливает, ну, инновейшен, опять же, чудеса собранности, демонстрирует, что и говорить, кстати, блять, опять харикейн, да, короче, ребята, сейчас надо, просто я понял, в чем дело, я просто не старкрафт, не перезагрузил, настройки те же остались, просто, текстур там, и т.д., вот и харикейн здесь просто приелся, надо перезагрузить мне, все там, это дело, и тогда будет все ок, забегание лингов, на вторую, вот, проходит, блин, все не проходил, не проходил, проходит, еще свармхост откуда-то тут взялся, свармхост там взялся, пошла атака, танки под зеленкой, инновейшен пытается сплитить свою био, сможет нормально нас сплитить, чтобы ультралов разобрать, сверху ультралов выносит, гидру выносит, кстати говоря, смотрите-ка, один ультрал никак пройти не мог, участок и дошел, надо подраскатить, видимо ультру попытаться, но к оппозиции у инновейшена вообще ни о чем сейчас, королевы сзади попали, здесь ультралы, так, здесь хороший дроп, кстати, минус инфестор сразу же, дропчик снизу на хату, инновейшен, посмотрите, одновременно с этим выходом, он ведь еще и дропом здесь работал, это очень важно, не успел, застимился, не успел подбрить, там можно было сейчас просто сбрить инфестора, но зато стимленные выгрузили здесь мародеры, сразу начинают объяснять рабочим, что добывать плохо минералы, тиранам принадлежащие на этой планете, импакт, короче говоря, ребят, терпит здесь, а дроп очень сильно терпит, стим еще и пошел, королеву пытается сбрить инновейшен, и не сбрил ничего, зато дронов несколько сбрил, и королеву одну все-таки забрал, удается, контролеры просто еще тот, 99.70 по лимиту, лимита больше, кстати, игрят, два либератора, биопачка, один танк присутствует, пытается 6 часов инновейшен прессовать импакту, 3-3, гряды импакта не готовы, есть преимущество по атаке у био, над броней ультралов, например, стимится инновейшен, пускает сюда импакта под либераторов, под био, собак принимает, ультралы падают от либераторов, танчик новый приходит, королевы падают, вот это да, он просто взял и втащил, реально, на каких, что-то на морально-волевых называется, просто понимал ситуацию, и ошибок не делал более, как бы, гг, 2-0 просто, просто, такс, так, сейчас старкрафт перезапустим, ребята, то, ну, надо, чтобы вступили в силу настройки, да, инновейшен вообще молодец, конечно, ничего не скажешь, импакт, харрикейн у нас дальше, матч должен быть, ну, как она вайсен дропает, я даже, ну, я даже пропускаю некоторые дропы, блин, то есть, выход вроде неудачный, дропами за дроп, вообще, так, все, я здесь, ребят, сегодня все даже по расписанию, на самом деле, я вижу, здесь инновейшен, если вы видите, инновейшен, харрикейн, импакт же, харрикейн будет, должен был быть, инновейшен, харрикейн у нас, на самом деле, вот, уже, немножечко не по плану, но, видимо, подстраиваются подсчеты игроков, чтобы, чтобы, короче, до конца сохранялась, интрига, все, стардан, поехали, и, Продолжение следует... 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 под танчики сбоку. И, кстати, Вижена на хайграунд у Инновейшна нет. Это очень плохо, что у него Вижена на ХГ нету. Вижена. Харикейн тоже ждет очень чарль сейчас сильно. Ну и сейчас же он сможет разваливать. Начать. Здесь сталкеры в тылу работают против Мариков. Посмотрите. Может, имеет смысл сложиться и вперед пойти. Танчики назад отводят Инновейшна. Мариков группу ему убили. И вот сейчас, сейчас надо как ревелэйшн кончится, мне кажется, сняться и вообще отсюда свалить. Потому что если сейчас, вот если прям сейчас Харикейн нападет, он в хлам выберет. Он даже против Стима может напасть. А если бы он знал, что Стима нет, то это вообще бы, тогда бы сразу было бы... Да, пошел на лом. Сталкеры приходят, огребают дэмэджи здесь много. Инновейшн бой принимает. Марики не стимленные. Танки, конечно, вносят неплохой дамаг туда в Архонов. Но ГГ пишет Инновейшн. Вот если бы сейчас был Стим, если бы сейчас был Стим. Он бы просто смог бы разменяться, вообще даже в плюс, и отступить. Но Стима не было. Так что это ГГнщик, ребятки. Это... нам нужна вторая карта. Вот что это. Что-то Харикейн сегодня разошелся, я вам скажу. Шатает что-то всех тут прям... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что у нас Одиссея, Харикин Синия, Инновэйшн Красный, 11 часов Харич, Инновэйшн Пяти... Барагас у нас у Рипера в ЦЦ, факту более позднюю будет. В предыдущей карте еще, так как этого Инновэйшн странно все получит. Но на самом деле Инновэйшн очень... Сейчас в последнее время большую ставку делает на какие-то выходы, там, Марики плюс танк, то есть до щитов вообще, до грейдов, то есть на то, что этот парад плохо застанет оппонента. В предыдущей же игре Харикин масел оракулов, то есть он просто 4 отстроил оракула к выходу, это уже было просто очень жесткой силой. И были адепты также. И по земле там с интри, как бы, и довар какой-никакой в итоге не получилось вообще-то позицию занять. Вот если бы Инновэйшн туда пришел и, может быть, турей каких-нибудь построил бы там или бункер хотя бы туда, но Харикин это прекрасно все понимал и он сразу же драться начал просто. Так, ну факта, Марик после Рипера, ребят, сейчас опять реактор, все точно так же будет. Так, что, премиум подписка дает, это реклама нет, личные смайлики около никнейма, значки там за стрики, как бы, вот, типа вот Баттл Крузер, как за 2 года у меня и т.д. То есть, качество уже давно, как бы, бесплатное, максимально исходное получается. Так же, премиум это фактически тот же донат, та же поддержка стримера, но с некоторыми ништячками, которые есть вообще. Ну что, ребят, вторая ЦС качается, все в порядке. Пристройка завершена. Рисыпка тут! Бах! Раёша, растой! Рисыпка тут! Пристройка завершена. Что, эти раны в складах хранят? Слушай, мне сложно сказать, что они хранят в складах. Ну, мне кажется, что это, ну, икона мироточащего царя русского, вот. Потом герб Украины, ну, и немножечко стимпака наркоты, как бы. То есть, наверное, это все, что им нужно в 2500 году. Вот. Тем более, они такие маленькие, как бы, эти депохи. Поэтому тут дело такое. Да, если серьезно, то... Что хранят? Припасы хранят, что там... Сухпайки какие-нибудь, как из фильмов фантастических там. Сопли такие едят на космических кораблях, бывает. А может быть, какие-то другие. Стимпак, чё там. Боеприпасы. Так, идёт ИНович вперёд, а Оракула минусует. Так, ну, кем есть? Опа! Сработала стазисная ловушка, закроют. Ну, так, уж плохо было. Вот как ИНовичин это делает, я хер знаю. Пришёл голыми мариками, разобрал колоссов с гвардиан шилдом. Со сталкерами. Просто взял и в лоб убил. Это 1-1 вообще. Я думаю, что не закроют. Почему? Потому что у нас есть просто секретное оружие. Звонок Реону. Звоним Реону. Он звонит там Кадырову, как бы. И все вопросы решаются. Если нет, то Тиранвик-то подключается. Самый влиятельный человек на просторах СНГ. А то, может, и Евразия даже. Вот. И всё будет ништяк. Короче, ребят. ИНовичин зажимает. 66-105. Первая игра. Я вообще не понимаю. Ну, вот чисто выход ИНовичин подвёд. И что выход не удался. Здесь просто в хлам. Короче, он процесс нёс. Развёл по всем направлениям. Везде всё в Марике шатает. Везде всё в Марике убивает. Пусть адепты падают. Зилки падают. Эти 5 юнитов там убиты. У Мариков, у некоторых там. 7 у одного вообще просто бойца здесь завалено. 8-го убил адепта. Ещё вот тот, который 8 убил. Вот он улетел в медиваке. Вот это он сидит. Вот эта белая точка. Да это какой-то Джонни Рико просто. Только против протсов. Так, мулы на третью полетели. Фактурку. Какая факта полетела? Всё, факта не нужна. Да, второй старпорт у нас. Не, ну, Комарик против протсу убивает 9 юнитов, как бы. То есть, если это даже 9 пробок, это уже серьёзная заявка на победу. Где он там? Вот он 8 убитых ходит. Вот он выбран. Видите, обведён идёт. Он там один. Вроде незаметный, а крутой. Он там один. Ну, тут просто, конечно, аннигиляция, ребят. Все было уже давно понятно, просто Харикейн решил немножечко посопротивляться. Так как вроде как экономика была отстроиться. Ну и нам очень тоже. Слушай, блин, переживаешь за жизнь маленькая? Ну ладно, я выложу карри-плеи, а выложу я после того, как все группы закончатся. Карри-плеи крутые, короче. Будут вообще. Блять, надо как-то, ну, нормальным пацанам, вот, короче, щатика, чтоб можно было скачивать, а всяким псам, короче, чтоб нельзя было, допустим. Ну так нельзя, короче, понимаете, сделать. А за деньги я не буду их продавать, как бы нахер это надо. Вот. Так что просто следите, и ты скачаешь эту репку, посмотришь ее, погиб ли Марик в этом последнем замесе, и нам сообщишь, короче, как плей-офф будет. Вот. Вот так вот будет, короче. До 5 килов плюс 2 к атаке. Ну, как бы это невозможно, раз это разное. В реплее надо посмотреть всю его жизнь, когда родился, на каких фронтах воевал. Согласен. В каких диверсионных операциях участвовал. Представить к награде, сделать ее, выслать инновейшену, пусть он как бы на стену повесит. Так, кто следующий у нас бьется? В общем, вопрос у нас тут. Пока что я не знаю. Так, что я не знаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Но если минут на 30 хотя бы игра, то он стремится к нулю просто с невероятной скоростью этот шанс. Но бывают, мне кажется, такие индивиды. Продолжение следует... Призму построил Архона Харас. Архоны прилетели просто. Убили каждые 15-20 лингов и все. Они неубиваемые стали, по-твоему, что ли? Или как это реализовать-то? Невозможно. Продолжение следует... Такс. Ну что, ребят. Поехали. Первая карта. Ну что, всем, ребят, привет еще раз. Элайв-Сирал у нас матч. Пока что давайте на секунду я гляну, какой у нас в группе ситуация. Ну, Харри Кейн с Инновейшином идут очень близко. То есть, Харри Кейн 2-0, Сирал убил Инновейшин Импакта. Инновейшин с Харри Кейном 1-1 сыграли. То есть, у них одна победа, одна ничья, 3-1 по статистике. Сирал 0-2 пока, Импакт 0-2 пока. Элайв вообще в бою не был. То есть, сейчас, если Сирал будет сливаться сейчас, то все. У него шансов мало будет на выход. Элайву тоже нужно побежать. У него 0-0 статистика. Сирал еще при чем? То есть, он бился с Харри Кейном, который оказался сильнее, чем я предполагал вообще. И он очень круто бьется. Но Сирал еще не бился, например, с Импактом ЗВЗ, где у него шансы есть вполне неплохие, как мне кажется. Сирал не бился с Инновейшином. То есть, сейчас остался Элайв и Инновейшин и Импакт. Вот сейчас Харри Кейном он побился уже. Дроны строят. Скорость Линга почти готова. Скорость Овером делает. То есть, Иральчик по рабочим в плюсе сейчас пока. Так, дрон на третий поехал. Да, на третий у вас дрон поехал. Но это лучше всего взять, наверное. Потому что здесь все вроде как закрыто-прикрыто. Не можно, неплохо здесь, в общем-то, обороняться будет. У Элайвов 16 мариков. Выход идет стандартный, как бы, дроп этот. Ну, сейчас через 13 секунд Овер полетит и будет все проверять. И Сирал будет все абсолютно видеть, что делает Элайв. И будет уже готовиться. Каким образом будет готовиться, уже другой вопрос, не знаю. Видимо, Королева плюс Собаки. Поначалу, потом добавление Бэллинг Неста. А до дроп, от дропов более сильных. То есть, бывает, сделают первый дроп Тиран, например, как бы. И, ну, то есть, старается юнитов просто не терять. Добавляет еще там Мариносов. И выходит в дропчик четырех-трех медиваков. Четырех это вообще ужас там бывает, пробивает. Но уже давно такими билдами, правда, не играют люди. Как выпрыгнуть успел, фиг знает. Через собак прям прыгнул, не смогли зажать. Пять еще дрончиков. Короче, впереди Сирал по рабочим. Третью ставят. Но вот по рабочим впереди это одно. Но вот это вот всю хрень сдержать, это другой вопрос. Тринадцать Мариков уже, они идут вперед. Сирал видит, что здесь Марики уже рядом ходят. Овера отводит. Собак надо новых заказать срочно. Королевы строятся. Четыре уже есть. Сейчас три еще выйдут. Третья чуть раскачивается. Овера, наверное, все контролит. Но это фейковый выход был от Элаева такой получается. Сейчас у него шестнадцать Мариков. Он заберет часть, как бы, отсюда. Вот этих, которые там гоняли. И полетит вперед. Два-то надо взять еще. Все, взял. Тысячи даже четыре вместились. Видно было даже, что там шестнадцать было. Что ж, дробщик пошел. Да, королева Линги пока сирал масик. То есть он собирается именно таким миксом встречать. Крип. Я бы сказал, для такой стадии достаточно далеко уже он откинул. Овера надо бы увезти было бы. Но нет. Здесь Инновейшн просто берет. Его моментально сбривает. Так, крипку мой попел. Хорошо, королев здесь. Ну, одна вперед вышла, как бы, ее поэтому Инновейшн нафокусил. Очень простая цель была. А трансьюзов, возможно, не хватило даже. Так, опять куда-то оверы полетели. Опять они огребают. На мэне, тем временем, дроб, в котором у сирал готов. Здесь есть спорка. Надеюсь, нормально дроб встречает. Вообще-то им сиральчиком. И на вы... Э... И лайвов. И опять, что ли, там кого-то импакта пустил. Такие-то косяки Делайва, ребят, сливает Мариков Прям в дрофе, но Сирал в итоге нормально Вообще-то себя чувствует Кстати, 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 кстати С одной инженерки Афгрейд Да, с одной инженерки У Лайва апгрейд и он на Двухбазовый вообще выход тут хочет нам продемонстрировать Какой-то, уведите Овера, ё-моё Уводит Овера, Сирал, молодец Выход пошёл А бейлинги-то будут вообще, я ещё не понимаю По катушке заказано Да, есть бейлинг Несс, 9 бейлингов Морфиса Здесь уже щиты готовы Достаточно ли здесь 9 бейлингов? Вот другой вопрос, мне очень-то не уверен в этом Надо прикрыть бейлингов На морфе сейчас с королевами Что и делает Сирал Бейлинги заходят Их 4 штуки, всё Но они дошли части Очень неплохо дошли Так, 103-106 лимиты Не, Сирал здесь выдерживает Выдерживает Танчик проблевает Но вот тут что-то дроп выносит Просто мозг 2-2 грейды заказано 2-2 грейды заказано Королева падает Надо развернуться Собаками Вернуться сюда Дронов назад Привёл Сиральчик Здесь 3-я цецеха Прям в наглую Ставится, кстати, вы лайвы Так, блайдом бьётся на ОСС Ну это хорошо, ребят Но вместо мастер-колизея ОСС стримить Это не очень хорошая идея Как мне кажется По катушке уже почти готово Да, вот готово по катушке Делается уже хайп у Сирала Скоро в ультру выход будет 2-2 грейды почти готово Так, срывается Вейна Лингами пытается подвощить Мариков Сирала Отступает Понимает, что без скрипа Там танки очень неплохо прикрывают Лайф вот именно Через свою третью базу Будет пытаться Сирала давить А Сирал так хаты расположил Что он говорит всем своим билдом Что я готов, короче, братюня Я готов Очень грамотно крипом мейн обнёс То есть вижен есть Как только дропаться будет Никаких тёмных зон нет Но ещё бы оверов вот так вот Подальше бы дропнуть Но главное не сюда поставить Чтобы здесь видно будет тогда Так, 65 дронов Собаки строятся Адреналин уже пошёл Ультралис каверн будет Да, ультрал каверн пошёл На мейне, да, на мейне Вот мейн не прикрыт вообще Кстати, игра практически Тройной дроп залетает Сирал реагирует Не реагирует вообще Сирал Собаки приходят Их крайне мало Здесь собаки сразу разваливаются Без бэйнов вообще Почему нельзя оставить на мейне Группу бэйнов Просто небольшую Штучек пять вообще Плюс собачек штучек там десять Всё То есть проще с мейна Перетянуть этих юнитов в атаку основную, чем от основной армии отрывать, чтобы отбить мейн, блин. Просто один дешевый дроп, дерьмовый, прилетает и ситуацию в корне меняет в этой игре. Нахрена это надо-то? Ну, три ультрала с панцирем. Вот это вот уже положительный момент. Но Элайф-то не ждет здесь. Он не спит, он идет вперед. Причем он идет именно, как бы, пассивно продвигая вперед юнитов, но обнаглел, конечно, часть мариков с этим циклоном вперед повел. Это для Сирала легкая цель была. И уже пять ультралов он строит. Полиамиду даже в плюсе небольшой. Крип лучше не давать здесь пробивать. Причем можно вот эти крип-туморы не вперед кинуть, а вот сюда рядом просто перекастовать. Пусть их больше будет просто. Вот и все. Так, здесь крип вроде как Сирал распространяет. Выбить пока отсюда Элайфу возможным не представлять. Здесь хоть и Либератор полетел. Опять дроп на мейн заходит. Но в этот раз есть Бэйна здесь на мейне, чтобы встретить. Вот это вот да, потенциальная цель и чрезвычайно важная цель для Элайфа. Поэтому-то здесь Сиральчика держит. Часть юнитов. Дроп пошел. Что-то происходит-то. Сирал видит, среагировал. Либератор и Элайфа добавляются. Блин, что-нибудь тут шпиль бы... Блин, не такое же дорогое здание шпиль, чтобы на самом деле его не запилить. Не знаю, там Караптеров пару было бы уже. Пошла атака. Ультралы, Линга, Бэйлинги вперед идут. Королевы идут вперед. Ультралы за Либераторов дальше проходят. Королевы с Либераторами месяца. Ультралы просто все здесь потоптали. Пытается кайтить у нас Элайф. Кайтит он очень неплохо, достойно. Но ультрал в рабочих врывается. Да пошли-то через Аклик его. Пусть он уже клешнями своими здесь всех покоцель. В стэк свел тут Элайф рабочий. Это ошибка, что он в такой стэк. Эксел. Трансьюзит здесь. Где трансьюзит? Это трансьюзит сейчас Сирал ультралов. Здесь тоже по одному можно в каждого кинуть. Здесь по 200 хп не хватает. Этот трансьюз там 125 хп всего восстанавливает. Дропы продолжаются здесь на второй на мейне. Но здесь бейлинга лингов абсолютно достаточно. Есть королева, которая медиваки демок кстати играет. Теперь уже в 7 и не улететь будет. В это время на ультралов еще один замес пошел. Трансьюзы идут на них. Либераторы королевами выбиты. Опять ультралы все прогоняют. Я не пойму тут как бы. Ох, ультралы внутрь зашли. Как там они все там побили жестко. Собак бы сюда несколько привезти. База просто на халяву добывается. Атака идет, а база добываться продолжает. Один дроп четырьмя мариками просто сдерживает весь прессинг вообще от Сираловских. Здесь ультрала в часть зашла, отдалась на второй базе. Здесь лучше отступить, потому что нужен прирост прикровать ультру. Четыре марика не может отбить Сиралов. 15 юнитов морпех убил один. Я только что видел цифру. 15, 10, 5. Все, погибли герои. Ну это реально были. 15 у одного было. У марика таких цифр я вообще редко видел, конечно. 144-111. Ну что же, 144-111. С одной стороны, с одной стороны как бы не без напряга для Сирала, с другой стороны всю игру он абсолютно уверенно проводит. То есть он брал базу таким образом, что его можно было прессовать, но он все атаки абсолютно в лоб отбивал оппонента своего. И по-моему все нормально было. еще бы транслюзы бы кидал. Было бы замечательно вообще. Вот это уже хороший Микос ультрал и топчет прямо на второй базе. Сирал получил здесь контур-рог. Ну ультралис каверн да, хорошо, что сбрил, но элайф. Ну уже ультралов много и так, то есть просто надо будет восстановить ее и все. Один топчет рабов. Нас другие отдались на рампе просто. Сейчас придет здесь еще не только рабов, он еще и 10 унитов минуснет. Ну и чуть на мулю побегал немножечко. пул забрал, ультралис каверн забрал. Все тут забрал элайф. И главное еще, посмотрите, 67-89 боевой-то лимит еще не такой прям катастрофический у тирана. Пришла очередная атака, королевы плюс ультралы плюс линги. Ультралов обязательно необходимо трансфюзить, королевами надо фокусить либераторов, что и делает Сирал, трансфюзица ультралы, либераторы падают, гг, пищатый лайф, 1-0 Сирал. Первая карта для него, молодец. Первая карта, вторую ждем. Ну, вроде как-то получше все стало. вроде так фпс жестко не проседает с ки-настройкой. Сирал. Так, ребят, вторая карта у нас Сирал 1-0 ведет. Сейчас я на секунду просто отойду, ребят, потому что кофе что-то напросился уже прям и вернусь. ССМ готов. ССМ готов. ССМ готов. ССМ готов. все, здесь опять темно вторая карта стирал против элаева у нас, ребят карта путь на айур, синий стирал, элаев красный 11, элаев 5 стирал напряженная предыдущая карта была, но по-моему стирал очень неплохо контролировал игру ту предыдущую да, были моменты, как оказалось, сейчас может все перевернуться, но нет, не перевернулась грейды раньше, все раньше было да, вот первая атака была опасная, как бейнов там не было газ ну я не знаю, придется достраивать этот газ рипер не даст здесь хату заказать, это очевидно абсолютно королева выдвигается вперед, только с королевой, да, можно здесь будет это все сделать вообще так, 4 линга плюс 4 будет, 5 плюс дронов ну, нормально, карту чуть-чуть задержал, конечно, там два раза газ заставил заказать у нас элаев сиральщика, но все абсолютно в порядке здесь было скорость овером, третья ццеха, сирал все понял, улетает то есть что надо делать, понятно, сейчас раскачиваться, пока там третья ццеха нужно крепко второй базе кинуть обязательно кстати, есть же энергия на криптумру, вообще не запиливаются один пошел, плюс инъекция на второй контроль к силнаги геликами элаева ну и в реактор на старпорте выход, то есть тиран очень пассивен, прессинг со стороны тирана начнется когда? когда у него появятся первые медиваки уже, вот он и будет выход делать но там очень много юнитов будет, первых выходов сирал тем временем давляет роуч ворон и эволюшн заказывает 7 роучей, 9, 10 слушайте, это хоть тулын ай, королев сажать будет, смотрите-ка лейра даже нет да, кстати, бункера пошли, танка нет, только сейчас лаба на факте роучей 10 штук, плюс 5 будет, 15 штук идет вперед 2 овера королева заказано но, кстати, не обязательно и сиралу здесь полностью улынить, потому что хотя, конечно, по рабочему он проседает всему демошку это экономически, надо бы тирану нанести, но по-моему, элайф будет уже полностью готов, здесь у него танчик, у него медиваки 4 бункера, это очень плохо для сирала, естественно так, реводжеры заказываются, королева будет ну, как-то он геликов пропустил слишком откровенно к себе, вот мне кажется сейчас боком выйдет собаки заходят роучи реводжеры заходят фаербулы по первому бункеру пошли сзади-то еще 3 бункера, ё-моё реводжеры бьются и что с этими еще тремя бункерами сделать, я даже не знаю тирачку, танк готов не-не-не-не-не-не-не, куда ты там чё сиралхлам здесь разваливается вообще ну, я не знаю как по мне, если тебе обнаружили такую тему вот прибеги ты собакой, посмотри увидишь, что там 4 бункера то есть, вместо до заказов этих десятков лингов, сирал уже давным-давно мог просто иметь 70 дронов, а и лайф бы ждал с четырьмя бункерами сидел, вот это было бы грамотно то, что сейчас сирал сделал это не очень грамотно, он отстает по грейдам катастрофически в итоге по технологиям да и по экономике он не супер в плюсе вообще, чуть-чуть лишь в плюсе и то хорошо депоху не сбрыл депоху не сбрил в это время двойной дроп на мент, сирал заходит роучи не на позиции короче, пишем гг, выходим это практически уже но пока еще рано выходить сопротивляться можно пытаться, но, честно говоря ситуация просто провальная своих ховеров там фаерболит сирал гг он пишет 1-1 просто избиение сирала сейчас произошло ну, лайф понял, что пуши просто подстроился, отбился все в порядке, короче, было не знаю какая пара следующая будет сейчас с кем-то я лайф должен играть, наверное, потому что он только первую карту вот игра первый матч играл вот Продолжение следует... 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 Автотурили пошла. В ответку тоже здесь автотурили. Навычновская. Ну, три рабочих потерял. И все, потому что они сверх демедженные сильно, блин. Банша залетает. Тоже без инвизности. Банша. У Лаева 1-1 грейды пошли две инженерки. Стим он так пока и не делает. В отличие от Навычного, у которого почти готов. У Навычных, кстати, есть семь рабочих. Опять-таки, он умудряется забирать-то все время умудряется этих рабочих. Так. Реактор на Старпорте не готов, пока медивайк не строится. Почему из одной инженерки Навыч не делает хотя бы атаку? Я без понятия. Тоже здесь вот она пошла. Броня, атака. Сначала броня, потом атаку все-таки заказал. Силнаги Марик не видит нифига, поэтому скрытно получается и Навычку выдвинуться здесь. Есть два Ревена, есть два танка, есть два циклона. Один танк вот на третью здесь пошел вообще. Так, и Навычный врываться собрался. Да, смотрите, врыв идет. Видит, что на третье какая-то движуха. Видят танки. Автотурели две пошли. На третью надо сместиться сейчас. Здесь автотурельку можно выставить. Автотурельку. И Навычный спешит восстанавливать. Четыре рабочих забрал. По лимиту в плюсе оказывается. Здесь танк надо забрать, иначе как бы зачем он вообще в тылу нужен? Плюс и рабочие здесь куда-то поехали. Не понять куда. Рабочих Инновейшн тоже предпочитает не отпускать, погонять немножечко циклоном. Вот он за ними увязал сейчас на оклике. Бункер сейчас выдавит. Инновейшн, куда ты танки ведешь? Говорю, бункер выдавит, ведет танки вперед. Все, танк. И второй потерял. Ошибки просто не... Ну, несвойственные Инновейшны, я бы сказал, здесь произошли сейчас. Ну, а что делать? Сейчас Марики 1-1 у Лайва. Будут первые медиваки готовы. Стим еще не готов. У Инновейшны щиты, кстати, ну, одновременно со Стимпаком, примерно, будут. Нет, не очень хорошо, конечно, но а что делать? Зато 1-1 грейды. Если сейчас доделает Илайв щиты, точнее, Инновейшны щиты, и Илайв захочет, например, лоб пробить, у него без шансов вообще будет пробить сейчас ему. Кстати, Марики-то улетели куда-то вбок. А, вбок они улетели. Кстати, Инновейшны видят, что куда-то странно здесь Марики двигаются. Танки складывают. Вперед собрался идти. Стим пошел, автотурели ставятся, на Стиме врывается Инновейшн со щитами. Танчики разбирает. Раз-два, пофукусил дамажный. Здесь Марики без щитов и Лайвовские подоспевают сзади, но прирост Инновейшны это 1-1, ребята. Рассчитано все, как у Инновейшны, я бы сказал, было. То есть великолепный расчет, атака тайминговая, и... минус все. Ну, ты Лайвки прочувствовал момент. Чуть бы пораньше Марики сбоку подбежали, может быть, что-то и получилось. Если бы они танки успели забрать, пока те не засиджились, и потом бы со спины бы начали расстреливать тех Мариков со щитами. Может быть, да, что-то получилось. 1-1 в итоге Инновейшн и Лайв, ребята. Наверное, Hurricane Impact сейчас будет или что-то такое. Да, Hurricane Impact стоит в сетке, но этот матч будет или нет, я не знаю. Академия прыгаю в игру. Похоже, что да. Hurricane Impact они здесь на хосте сидят, значит, это они и будут биться точно. Ну, я знаю. Академия в игру. Академия они здесь на хосте сидят. Ну, я знаю. Академия в игру. Поехали. Академия Продолжение следует... 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 Ну, а здесь пилон Гейда Снегас Кибернетчика была. Второй пилончик снизу стоит, сейчас стенка будет. И через адептов Старгейт играет у нас Харикейн. Так, один газ на мэне остался. Мув заказан Лингом. Третью надо сейчас раскачивать импакт. Харикейн стандартно. Вообще стенки пока нет. То есть он, погодите, он разведывал. А, он увидел третью хату. И не стал больше ничего ей проверять. Он понял, что ему стенка сверх ранее не нужна. Просто при вот этом билде Зерга. И развивается просто. Пока халявит, короче, без стенки даже. Адептик пришел, вообще ничего не сделал. Догрызли аж красный. Он встал вообще. Так, плюс еще пилончик пошел. Так, Старгейт, Твайлайт, плюс два гейта. Оракул на мэйн лучше не ловушку. Конечно, какая ловушка, блядь. Что они делают вообще? Правда, импакт ни хрена не отпил. Не, ну такая ловушка, да. Ну как импакт-то не заметил? Такая ловушка выгоднее даже, чем пару рабочих подрезать. Не, ну чем одного подрезать. Чем пару уже хз. Хотя эти юниты мне, ну сотку-то минералов могли бы принести, мне кажется. Плюс королева инъекция была. Плюс вот эти юниты не выходили сейчас. И только вот сейчас гейдродену импакт пошел. На мэйне овертира шатает он. До Морфелса залетает сейчас. Хотел очень прям Хорикейн увидеть все. Аж Ченджлинга запилил. Надо Ченджлинга подрезать. Здесь третий Нексус, который двумя адептами Мазеркором охраняется. Нечем импакт его отменять. Но вот этот гейдроден очень подозрителен в данной ситуации. Чем? Да тем, что может какой-то выход на гейдролингов быть. Но! Хорикейн играет в Глефа. Понимает ли сейчас импакт, что там Глефа? Не уверен я. Потому что Глефа вот такой билд без бейлингов гейдролингов, я уже говорил много раз, адептами голыми в хлам убиваются. То есть особенно если ты иллюзиями грамотно влетаешь там именно в гидру, то это вообще сразу, короче, забейте. Так, еще шесть там дронов строятся. Дистанц майнинг попер у Хурика. Ну а импакт, что импакт раскачивается, ему надо до 70 где-то дронов довести. Еще четвертая хат пошла. В принципе нормально развивается гейдрес кур. Бейлинг Нес пошел, то есть все здесь будет. После Глефа тут делается чаш у Хурикина. Адепты уже достаточно сильные, чтобы лингов сдерживать. Никакой агрессии, главное, просто нет. Призма нет, а Оракула тоже ничего практически не сделали. Какой-то странный пилон здесь на карте присутствует. В чем развиваю особу. Нас ждет славный бой. Так, четыре плюс четыре, восемь гейтов у Хурикина. Не будет здесь Архона пуш плюс Зелки. То есть Шторм уже делается. Фатонок что-то я особо не наблюдаю. Но только-только Фаржа первая доделась. Вот в чем дело. Да, просто так, конечно, по грейдам провально идет. Мне его никогда не нравилось. То есть у него, у Зерга грейды раньше, чем у Протса. Причем намного. А он даже не заказывает Фаржей ничего. Ну пока что, ладно, Зерга тоже с одного эволюционного грейды пили. То есть прям дикого преимущества у него не будет. Какого-то. Так, собачка тут наверх забежала. Видит пилон, видит пробку. Решил, что надо пилон добить. И правильно решил. Вот, только заметил. Только Фаржа начал грейд Харикейн делать. Видно, что уже идет в улын. Не в улын, а в атаку идет у нас импакт. Всего лишь один арсервер есть у Харикейна в наличии. Второй робот только-только делает. Все не готово пока. Так, пришел, забрал, получается. Харикейн здесь пару гидралов, пару собак. И филдов на остается, что он не дает зайти на ХГ импакту. Чтобы он Люрой вкопался таким образом, чтобы его атаковал вообще. Эта задача просто не дать Зергу сейчас подойти близко. Хороший шторм по лингам, по бэнам. По гидре пошел, по лингам ты кинь, е-мое. Лингов так разобрал импакт. Штормы еще будут. Филды есть. Почему штормы не кидают? Филдов толку уже есть. Нет, штормы зато какие-то поздние. Четыре бэйна на вторую вкатываются. Ой, как экономика сейчас просто терпит. 13 пробок минус. 55, 61. Сразу же отставание вырисовывается. До этого ровно было по рабочим. Ну нет, нет юнитов в стенке. Значит на дно. То есть забывать. Понимаете, забывать оставлять юнитов в стенке. Это показатель уровня. У кого-то он всегда там будет, когда надо. А у кого-то его там не будет вообще. Так, люра почти позицию занимает сейчас. Ребята. Занимает импакт позицию. Это такой фейл. Вот Харикейна был. Как он ему дал компакту сюда проникнуть и позицию занять. Я даже не знаю. Три оверчажа. Все просто поздно делается. Вот на оверчаже поломился. Ох, собака. Побрило здесь неплохо. Понимаете, здесь прот смог бы с двух сторон нормально наломиться. Там может быть что-то получилось внятно из этого. А здесь с одной стороны, если пойти вот отсюда. Здесь такой сплэш зайдет. И на перекопке не успевает подловить. Ни хрена не успевает Харикейн сделать. Еще один оверчаж. Беллингев встречает, взрывает. И главное бегает зад-вперед. Ну ты либо бой прими, либо вообще уже как бы пойди в другом направлении поделись. Бегал-бегал зад-вперед, развалился. Обсерверы падают, ребят. Импакт 1-0. Вообще Харикейна просто... Ай. Просто в мясо убил. Просто в мясо. А ведь Харикейн Сирала 2-0 зашатал бы. Сирал себя не слышу, странности не показал. Но импакт показывает. Зато с хорошей стороны вообще хлам просто убивает. Гэгэ, ребят, выходим нафиг. Отсюда ливаем. Здесь нечего больше смотреть. Так, старая карта нам нужна. Прям прыгаю в игру. Пилю рекламу, про поддержу, про все остальное вы там помните, я думаю. Реклама подперла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Егорова за победу не дают. Здесь просто по картам получается. Важна карта. Важен матч и важна карта. В первую очередь смотрится... А, в первую очередь смотрится, да, по победам. 2-0, если победил этот матч, победил. И по картам у нас. По ничьим там, по всяким. Пока у нас вырисовывается картина в этой группе, что у нас инновейшн на первом месте. Одна победа, 2 ничьих. 4-2 по картам. Калекин, одна победа на ничья. И Лайф, там, проекта. Инпакт тоже как-то где-то на дне там. Ну, кстати, за третье место, второе. Здесь может борьба развернуться. Ну, вот утирала инновейшн и импакт сейчас. Утирала что-то там куда-то было возможность выйти. Ему хотя бы одна ничья еще и одна победа нужна. То есть у него будет тогда допустим... Ну, так. 2-4. Безумно. У него это 4-4 хотя бы может быть. Ну, с инновейшн у меня тут шансы как-то сиралу даже не знаю какие. Пулл первая, ребята, кстати, импакт играл на глубоководном рифе, который импакт на 5-ти часах и хорики на 11-ти. Здесь пилон гейверснекс кибернетчика стандартная была. Стенка у импакта такая, что и туда, и сюда можно пройти. И два пилона в этой стенке присутствуют. То есть не самая она прочная. Можно ее взламывать. Будет. Так, ну что, ребята. Собак. Харри Кейн ловит у себя на мэне. Старгейт ставит. В стенки. Делается варп. Импакт. Все прекрасно видеть. Даже скорость с овером не делал. Ну, позиция для Старгейта так себе здесь, конечно, видно. Но стенка просто двумя пилонами. То есть, ладно, по один пилон был, а здесь стенка. То есть, может, второй был где-то здесь запилить Старгейт. Но туда ведь и собаки пробежали, ребят. Они все прекрасно видели. И Харри Кейн грелку первую делать. Он видит, что оверы без скорости. Он сейчас оверов очень быстро примет грелкой. Во-первых. Во-вторых, он возможно, в оракула будет свитч делать. Сейчас очень популярный билд. Оракула. Плюс выход в армаду на этой карте. Так. Скрелочка подстраивает. Сейчас овера минут-нёд. Второй оркси далеко очень летел. Разогрев не надо врубать. Поэтому надо демоджем забрать. И обычно мы полететь, зашатать овера с другой стороны. Здесь собаки отвлекли внимание. Грелка напел он отменить, что и сделал, собственно говоря, Харри Кейн. Грелка уже три юнита срезала. И вперёд полетела. Близко к оверу. К этому он не достанет. Виженом. Поэтому не сможет сбить Харри Кейн. Короче, овера. Третий Нексус на четвёртой минуте. Кстати, был даже раньше. Погодите. На той минуте был. Скоро к секунду строится. Да, на четвёртой ровно минуте был. То есть, достаточно ранний Нексус. Подстраивает Оракула. После Оракула уже свитч будет, соответственно, в робот Вайлайт. Это будут чаржи, там, всякие. Архоны и тд, и тд, и тд. Линги пытаются тут напрягать. Пилоны Харри Кейн не успевают менять. Нам Азеркор к рампе подвести. Иначе адепта могут пробить. Нужен оверчарж сюда ставь. Нет, выдержу. Второй адепт и решил оверчарж уже не ставить. У нас Харри Кейн. Ну, если понимал, что всё окей, то да, так это правильно. Мне показалось, что адепт быстровато. КП здесь теряет. Можно было пробку взять. Пилон перестраховочный сзади за адептом напилить. Ну, Харри Кейн вообще хладнокровен был абсолютно. Две пробки. Импакт минус. Ну, тут постоянно какую-то работу проводит. Бегает, что-то напрягает. У нас сверху чарж. Фаржа есть. Тоже не понимаю. Ресурсов до хрена есть. Фаржа вообще не работает. Ничего не заказанного в этой фарже. А смысл вообще-то остроить? Она уже есть давным-давно здесь. Архивы темпларов пошли. Ну, это, ребят, будет под пуш, соответственно. На 8 гейтах. Но надо ещё один гейт заказать. Чего не делает странно. Харри Кейн 7, то есть нечётное количество архонов неудобно сливать. Там вот эта грелка выпиливает хату. Назад. Немножечко отлетел здесь. Харри Кейн свои грелки. Трансфюзк на оверо пошёл. Не надо хп потерять. Конечно, смысл. Грелку здесь сливать вообще. Да, всё-таки 5 гейтах делается. Газ на треть сейчас добываться начнёт. Ну, и в итоге опять игра приобретает оборот, как и прошлая. Такой равный достаточно. Но в прошлой игре импакт пришёл и в лоб убить Харри Кейна умудрился. Бетой всё по лимиту, по рабочему, выглядит так, как будто бы этого не получится сделать. Но опять же, отставание и по таймингу там атаки. Есть по таймингу грейдов, например, присутствуют у Харри Кейна. Гейты все заказал на мэйне. Кстати, вот смысл. Здесь вообще стенки нет. Здесь сейчас просто всегда делают стеночку на этом направлении. И она сдерживает всякие забегания, закатывания бэйнов и т.д. Импакт после готовности шпиля немедленно с заказом муталиска в 7-8 штук. Пошёл, что это задача убить экономику. Потом свитч будет, землю обратно, гидролинга, бэйлинга. Привет, Джонни Сэк, привет всем, кто недавно подкатил сюда. Так, 8 гейтов есть, фотонки перестраховочные там от всяких дробчиков за забегание идут. Вот мутка залетает, но здесь пенинг плюс талкеры плюс фотон. Хорошая встреча. Муталисков один сразу минус. Понимает сразу же. Импакт, что мута здесь что-то особо ничего не сделала-то, по-моему. И не сделает. Бэдблейд, привет. Всем привет, короче, ребят. Давайте игры смотреть. Количество людей у нас колеблется сегодня. Топ-оп-оп-500, топ-400 с небольшим. Хотя игры классные. И следующая группа будет классная, и плей-офф будет классный. И вчерашние игры были классными. Записи, кстати, выложены уже. Ну, там на три части вот разбитывал, к сожалению. Причут гейм, там работы были с тимпадл, как бы. Потом задержку я убирал, так как у меня была задержка. Она здесь никого не присутствует вообще. Ну что, со штормом импакт встречать будет. Ну, тут... Хорошие штормы на поле боя. Осталось собак много достаточно. Уничтоженных штормом. Там и гидролиз. Так, линга-бэк. Гидробейлинги заходят опять штормы. Вот это ужасный шторм был. То есть, скинул на бейлингов поздно. И бейлинги взорвались. И еще штормом своих юнитов надамажил Харри Кенди. Как так можно-то? Вообще не стесняется. По пробкам там по своим штормы плепет, чтобы... Главное, чтобы собаки там погибали. Ну, вроде сдержал прессинг. Экономики сильно много не потерял. Но... Импакта 80 дронов. У импакта пятая хата. У импакта все нормально. Здесь два зелка зашло и... Минуснули шесть рабочих. Они уже все здесь, они минуснулись? А, еще и призма на мэне была. Вот здесь еще на мэне были зелки, я извиняюсь. Нет, значит не шесть. Восемь зелков минуснули. А зелков тоже было четыре или даже больше штук. Поэтому не так уж много. На минус... Ну, на минусовалось. Так, 148, 169. Пользуем импакта, ребят, лимиты. Четыре базы Харрикейна на этой карте в пятую. Тоже достаточно просто-просто будет запилить, если он захочет. И будет так, тем более, стационарно сейчас позицию занимать. Не пытаться как-то агрессивничать. Так, дешеву-то очень сильно наглеет. Минус Архон будет. Ну, минусы Муталевски будут, скорее всего. Не надо отпускать их вообще отсюда. Надо Феникс, видишь, забирать. Охренели Архона, срезали. Гидра прикрыла. Два Муталевска в итоге выжила. 166, 197. Импакт собирается агрессивничать. Опять получил два Старма с Хайграунд. Да, и не супер жестко зашли. Но зашли неплохо на демеджах юнитов. Ой, какие Стармы! Сейчас это... Парикейн молодец, такие Стармы кидать. Это многого стоит, дорогого стоит. Две Фатонки. Вот что значит стационарная оборона. Фатонки погибли. Но пробок-то 5 всего было уничтожено. То есть газов фактически только. А те, которые минералы добывали, выжили. Удва Эморкла Харикейн пили. То импакта 12 люркеров. Ё-моё. Как их выдержать-то? Ну, там 5 Архонов, 5 Эморклых есть уже. 6 Эморклых будет. Собаки на халде, на 4-тых забегают. Везде напряг, короче, жесткий какой-то. При этом всё, Мзерк Протсу с позиции отгоняется своей. Приходит спокойно Люро Эмпакт сюда. Тарикейн не готов драться. Пеникс там с тремя гидролицами будет принимать. Есть Ливижн, я не уверен. Выходит Оракула. Всё в такой куче, в сумбуре. Просто в хлам. Разваливает. Какой сплэш от Люры заходит. Есть Апсерверы. Но Протсу при этом всём хватает, чтобы подбиться, ребят. Ну какой там сплэш заходил. Но в это время он теряет верхнюю базу собаки, забегая от 4-тых. 5-я пока живёт. Стоит по лимиту, по боевому. Нормально всё. Конкурентно способно у Протса, так сказать. То есть у него такой же боевой лимит примерно. Но вот он стал, застопорился на 2-х грейдах. Атаку всё больше не делает. У Зерга 2-2 сейчас будет. То есть Гидра, Линга и Беллинги будут грейдженные полностью. С одной стороны это практически то же самое, что у Протса. У него на всю землю 2 атаки. У Протса на всю землю 2 атаки. Ну у Протса там есть грелка и воздух там. Зелков вообще... Сплит Зелков и Харри Кейн это совсем не понятие. Как бы ни одно и то же. Отсутствие сплита Зелков и Харри Кейна. Вот это да. Иммортлы втянкивают Беллингов, ребят. Эти штормовики только-только энергию накопили на Шторм. Поэтому они, собственно говоря, и не кидали, что у них не было её. Что-то боевой лимит не видно. Ну мне лично видно. Вот от этой цифры вычитаешь это, вот тебе и боевой. Но... Отдельно цифры нет почему-то, да. Опять люра, ребят. 6 штук плюс ещё один 7. В прошлый раз 12 люркеров не смогли продавить. Смогут ли в этот раз 7? Пошла атака. Эта армия очень хорошо заходит. Но не хватает других юнитов, чтобы минуснуть всё вообще. Иммортлы падают, Архоны падают. Импакт 2.0. Как-то очень изи это было. Мне показалось. Харикейн вынес, ребятки. Сирала 2.0, но отлетел от импакта 0.2. А я Сирала не считал слабее импакта. Ну а что делать? Импакт король, чемпион мира. Просто почти как касс, Мишаня. Кто следующий? Кричит заведующий помощь. Не знаю, следующий. Так, Вирдос говорит. Победил нашу матч с Лиликанином 3.0, 2.3 ТВ за 100 ватчей. Сейчас Байк против Харстом играет. Тоже В5 за 100 ватчей. А что это за матч? Сейчас чуть не вижу. Он про 17.10 это писал. Я вижу, что только ОСЦ идет. Больше я ни хрена не вижу. Ну что, 100 ватчей есть. Можно и в Испанию лететь. Биться на турнире. Библиотеки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это все хорошо, но пока мастер колизей не кончится, мы никуда отсюда не денемся. Продолжение следует... 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 Ай! Переименовать надо Какой матч у нас? Переименовываю я Так, ну что же Лайф у нас играет Газбараку Рипера ЦЦ Хуфакту с реактором Прилетает к импакту, начинает Шатать Погодите, ребята, сейчас Овером проверить не получится А, ну хотя здесь все, что надо Спалил, в принципе, у нас Импакт, но он может ложно подумать Что это какой-то со стимпаком Там у них вообще Вот так вот. Ну что же, третья хатка пошла. Блин, ну Каталена такая карта, тут вообще непонятно, где третью брать. Ну конечно выгоднее, наверное, здесь. Здесь попроще сюда дотянуть крибу. Это вообще. Наши войска атакуют. Овера проблел, ребят, сейчас. Ох, хорошее забегание. Мула новенького принял импакт. Пока такие небольшие забегания идут. Разменщики какие-то идут. Сам в третью выходит. Стягивает королев с мэйна, гораздо третий. Криптумор на рампе поставим. Ну и криптумору лучше кинуть назад. Вот так вот по периметру, я думаю, мэйна будет. Да, это импакты собирается сделать. В это время пытается подгрызать там. В тылу, кстати говоря, нормально сейчас забежал. То есть, сгрыз циклон. Ну, хотя собак много отдал. Ах, и эти тоже вообще ничего не убьют уже. Линги. Соответственно. Поэтому и ловить здесь особо нечего. Собаки падают на депоке. Открыть и рабочих продолжать переводить сюда. Еще забегание импакт планируют. Но это правильно. Потому что здесь стенки нет. Это прекрасно видно сейчас. Тиран собирался в выход. Наверняка он в выход пойдет. После того, как забегание полностью отобьет. Следовательно. Следующее забегание может на халяву зайти. Особенно, если там до сих пор стенки не будет. А стенки до сих пор и нет. Собаки, опять же, врываются. Две ксмки минус. Уже. Депок пытается напрягать. Депок, правда, не сильно напрягает. Вообще, дроп вынужден вернуться. Четыре рабочих подрезал. Уже прям замечательно зашло. Подрезает депоку. Викингой подрезать не получится. Зато Викинг кинул Марика, которого получится собакам подрезать. Зачем на рампу долбаниться. Я не знаю, если можно здесь рабочего кого-нибудь сгрызть. Можно часть кубытос. Вообще, выбежать собак было. Еще одного мула подгрыз. Не самого, кстати, дохлого. И этот добыл минералы. Подох. То есть 30 минералов просто из этой базы уже не доедут до Сесехи. Сколько там у нас? 30 же сейчас они добывают вроде. Так, после этой карты надо будет человеку перезвонить. Сколько у нас осталось-то сегодня? Так, обновиться надо. Осталось у нас импакт и лайф. Сиралы на вэшен. Импакт Сиралы. Оригиналов 4 осталось с иматча. Включая этот. То есть 8 карт, включая этот. Ну, это значит, что часочек мы точно здесь еще будем. А может быть, даже чуточку и больше. Я не знаю. Зависит от того, как игры будут. Вообще, 8 карт могут идти спокойно и 3 часа. Ну, это надо, чтобы по 30-30 минут все карты были просто. Так, 4 бой на дроп. Учера, кстати, дроп такие начинаются. Ну, DC Life, между прочим, реагирует на импакты. Эти угрозы. В итоге овер пролетает и улетает опять. Не хотят бойлинги дропнуться без... Бесцельно погибать. Ну, вот опять на развороте летит. В мариков надо дропнуть одного. Давай-давай-давай. 4 минус. Прикольно получилось. И сюда долетел 4 марика, 6 ксм. Там они идеально стояли как раз демедженные. Вообще так, нормально на них покакал. Кстати говоря, для мувика нормальная, мне кажется, тема даже... Загружается медивак чудом ушел. Этим медиваком, но ушел. Импакт продолжает развиваться. По боевому в плюсе, ребят, лимиту 84-67. На рабочих на 11 в плюсе. То есть на 30-ку в целом в плюсе сейчас у нас импакт. Но почему-то тайминг покатушек просто... Гидре как бы сделал скорость и рейндж. А вот покатушки чуть не сделал у нас. Импакт я чуть не понимаю, почему. Ну и лайва, кстати, мягко говоря, слабенький. Выход такой идет вперед. Покатушки через 7 секунд уже готовы будут. И все у импакта прекрасно здесь. Четвертая, правда, у него вообще не добывается практически база. Ну и вопрос, будет ли он пытаться атаковать или нет. Лоб, конечно, на Каталине, тирана стационарного, атаковать. Мне кажется, это вообще плохая идея. Очень. Ну а продолжать развиваться, делать хайф очень даже неплохо. На 10-й минуте только пошел инфестейшн. Очень поздний хайф, какой-то импакт в этой игре. Зато он гидролинга бэллингов, тут до 182 напилил лимита. 2-1 грейды уже с рейнджовым грейдом пошли. Идет вперед. Куда он идет? Обходит тут сбоку. Кстати, тут марики из тайграунда. Плюс гидра, плюс бэллинги. Все здесь есть. Ох, великолепно на одну собаку. Еще и дэмэджную при этом. Залк минки выманивает нас импактик. Так, здесь гидролинга бэллинга. Встречают марика. Сминают все наглохо. Здесь группа одна пытается отступить. На муве отступает. Здесь в это время гидра приходит под танки под либераторов. Бэллингами в танки врезается. Импакт это очень невыгодно. Но оборона проломана. Не считая того, что здесь контратака на дропы уйдет. Это очень маленький дроп будет убить. Четвертый ухат потеряет импакт. Скорее всего. Какой урон на третьей базе нанесет он тирану? Но нанесет определенно. Медиваг выпиливает раз. Медиваг второй не заметил. Не по кусу вообще. С мариками перестреливается. Нужно гидре помощь какая-то. Можно вот сенсорку было вырубить. Не сказать, что это ключевое здание. Но тиран бы не видел. Как, например, новые волны. Но импакта вперед шли. Дроп чудом улетает. 10 хп. Одному выстрела не хватило гидральска. И дропу был минус. Рейнджовая атака вот доделывается. Вы видите. Зерга опять вперед ломится. И под этим чертовым сенсор-тауэром видно все абсолютно. Как он вперед идет. А здесь такой рельеф, что по-другому просто нереально долго надо заходить. Вот просто вот отсюда вот так вот обходить их. Идти наверх. Два танка в районе рампы. Импакт что-то сминает. Харри Лайф вообще почему-то не пытается здесь особо. Не пытается. У него почему-то не хватает юнитов очень сильно. Но на дропу он находит в это время. То есть у него танки не прикрыты. И вообще почему-то они здесь стояли. Почему он где-то вот не здесь на ХГ на третьей базе. То есть они не прикрывали третью. 154... 158 на 98. 41... 46-91 по-боевому. Импакт дожимает, ребят. Сейчас мы в ГГ увидим от Харри... От Лайва, простите. Все, что Харри Кейн опять привязался какой-то. Вот. ГГ, ребята. Что-то импакт разошелся к концу дня вообще. Что-то импакт разошелся к концу дня. Как я понимаю. Что-то импакт. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... 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 За троучи зашли, все огребли Даже танк не получилось Фокуснуть, тут циклон с танком Нараздали, просто 48-33 КГ, ребят, импакт пичит 1-1 Инновейшн Сирал у нас на горизонте Нарисовывается матч сейчас Переименовываю Я думаю, здесь еще ничего меняться не будет Скорее всего Я имею в виду в плане Распорядка матча, может, конечно, что-нибудь поменяют Но уже вариантов немного остается Уже три матча Бо-2 осталось, ребят Сейчас они кончатся И хоррэ Ну и на сегодня, я думаю, все будет Дайте-ка я гляну Что у нас, гаунлет вечером Гаунлет гаунлетом, но я думаю, на сегодня все, ребят Надо немножечко так отдохнуть Да и что, нормальные туре Как бы есть кому там записи Какие записи посмотреть вам, кто не видел Например, вечером Ну а ничего такого уровня нет Поэтому даже неинтересно Стримить, короче Стримить, короче Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 А, статистика, мне встреча нужна точно Ладно, потом разберусь со статистикой. Ладно, ребята, не буду отвлекаться после завершения турнира. С этим разберусь, по весгу просто просят статистику. Я потом могу забыть резко, сорваться там и т.д. и т.д. и т.д. Так, 16 у нас получается дрончиков на мэне. Переводится на второй, ребята. Innovation Seral у нас в матче. Я без понятия, как у нас тут он сложится, если честно. Я вообще не могу знать. Не могу знать. Сиралу надо хотя бы одну карту брать, иначе вообще не вариант. Не на кого бы я ничего не сделал бы. Короче, скорость овером. Даже, кстати, мне кажется, Сиралу не поможет одна карта. Сейчас статистику еще раз обновлю. Хотя, мне кажется, тут со статистикой кто-то не спешит. Хотя бы, смотрите. Харикейн импакт, одна победа, одна ничья, одно поражение, 3-3. У Элаева три ничьих и тоже 3-3. Но одна, три ничьих это хуже, чем одна победа, ничья, одно поражение. По статье получается. У Сирала ноль побед, одно поражение, одна ничья. Если он сейчас победит 2-0, у Харикейна импакта и Сирала будет абсолютно одинаковая статистика. Абсолютно. А по картам и с Элаевом у четырех будет одинаковая. Но Элаева хуже, как бы, получается. Именно потому, что у него побед нет. Ну, у Сирала тоже нет. И то, что сейчас он на новейшену 2-0 сбреет, я тоже сильно сомневаюсь. Ну, хотя бы ничью сыграть. А потом у него будет матч против импакта за ВЗ. И там уже надо доказывать, что это будет. Ребят, сейчас, секунду, что-то бахло настало. Тень какая-то просто пришла. Вообще жесть. Недавно, да, Сирал пробревал Гумихо было дело. Но Инновейшн это не Гумихо. Гумихо то круто отыграет, то как-то насливается в последнее время. Такое-то странное тут Гумихо, в общем-то, в этом плане моменты. Ну, тут перед Блесконом многие, кто там участвует, просто... Не в полную силу отыгрывают, наверное, даже. Блин, ну на один удар было. Чего отпустил-то? Побоялся, что здесь гелик еще будет. Ну, здесь уехал Гелион, можно и вычинить. Да, смысл отводить было, если не чинить его. А, не, одним КСМчиком просто взять, да, зачинить. Три бараков, окта лаба. Старпорт у нас, ребят. В Старпорте медиваки по пять мариков. Один-один, два Эволюшна. Стим почти готов, вообще, щиты пойдут. Третья ЦЦеха уже у Инновейшн есть. Ну, Тирал камни грядет здесь на второй базе у себя. Пока что занимается, в общем-то, обороной. То есть, в чем суть обороны? В том, что здесь этими камнями пользуются раны. Здесь становятся, как бы, сверху неудобно заходить отсюда, тем более. А так, хоть можно по широкой рампе ворваться всеми юнитами, отогнать его. Хотя здесь у Тирала столько крип уже. Посмотрите, кстати, крип на шестой минуте. Офигеть, очень круто крип тянет, Тирал. Ты на Вэйшн, видишь, он уже здесь, на половине карты уже практически крип у него. Да, он только, в основном, вперед идет, но... Ну, это очень далеко, Тирал заслал сейчас. Ты на Вэйшн в центре сейчас подбрил крипа. Подбриловера резко просканил. Еще крип туморов убил несколько штук. Ну, и весь крип вообще в центре Сирал убрал. У него только под рампой фактически осталось. Ну, у королев энергии много. Надо прямо здесь же и восстанавливать, конечно, пока крип есть. Он никуда не денется. Здесь билет все начинает, смотрите, просвечивается с поверхности. Крип. Крипа нет. Так, и на Вэйшн здесь еще раз подрался с королевами. Все, крип тумор один есть. Сейчас опять крипом все зальет. А, или нет. Здесь везде просвечивает поверхность, на самом деле. Это я гоню. На самом деле она везде просвечивает. Двумя дропами на Вэйшн будет шатать. В районе третий база крош, здесь крип есть. Снимется и на Вэйшн крип туморы подбивает. Скан кидает. Здесь не подбить. И здесь тоже дроп живой. Сир мимо кассы. Вот полетел еще один скан. Очень жесткий на Вэйшн с крипом. Борис 143-142 по лимиту. Но Сирал пока не отстает по лимиту. По рабочим уровень идут более-менее. Четвертый что-то Сирал вообще не раскачал. Боится врывов. Видимо, это на Вэйшн. Везде, со всех сторон он достал уже крип убивать. В общем, просто чисто с крипом. И опять крип около второй базы. Смотрите, в этот раз Сирала не восстановил его. Но я проморгал вообще момент, как я даже не видел в продакшне, что мут строится. Выдаю. Мута у Сирала. 7 ксм-к минус 0. Так, мута пытается медиваки здесь погонять. Но и на Вэйшн знает, как прикрыть. Сбоку марики. Прямо через мариков мута прорывается. Каким-то образом только один умудрился погибнуть в такой ситуации. Это вообще жесть. Интересная история по лоупопевшей. Жаль, что пиздёж, как говорится, в интернете. Про говно, туалеты, сиськи-письки у тебя лучше получаются. Что, конечно, говорит о уровне твоего развития невысоком. Но пусть лучше так, чем по-другому. 156-127. У нас лимиты. 163-167-143. Ну, Сирал сопротивляется, ребят. Но это инновейшн, а я тут шансов пока вообще не вижу просто. Да, муткой полетал, похарасил. Да, куда-то там побегал. Но даже четвёртую в этой игре Сирал нормально не мог раскачать вообще. Шесть тут очередных рабочих. Минус. Попытка атаки. Тор-то чё сидит? Тор медиваки. Так как медиваки сидел, так и был. Сиралом уничтожен. Но всё равно здесь муталисков не остаётся. Ринга-бэйлингов крайне мало. Позицию на вышнету не отдаёт. Здесь прирост почти как армия. Идёт ещё вперёд. Затором Мариносо хорошо здесь. Бьются и на вышнет понимает, куда бейны катятся. Уводят из затора. Какой контроль, а? Какой всё-таки контроль сознательный и крутой. То есть понимает, что бейны туда катятся. Разводит Мариков, убегает из затора. Часть уводит вообще. Не имеешь права на научную гипотезу. Имеешь, а диссертацию ты написал? Или как вообще там дела? Ну что-то мне не верится в победу Сирала в этом раскладе, конечно. Ну ждём, ждём продолжения. Чё-то как-то... Не знаю. Сегодня всё равно. Ну конечно, оппоненты у него просто очень жёсткие. У Сиральчика. Но он пока плохо ещё отыгрывает. Может сейчас инновейшнам карту возьмёт, а ну не знаю. Но в любом случае он на последнем месте останется после этого тура. Так, сегодня среда уже. АСМ готов! ТСМ готов 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 Смерть на пороге ТСМ готов ТСМ готов В смысле, статью Курсовики, там диплом Статей что-то не припомню Ну что, ребят, вторая карта Сирал, инновейшн, путь на аюр Давайте по игре, красный инновейшн, синий сирал Позиции, соответственно, 5 и 11 Инновейшн, сирал Ну, у нас газбарак, риперцы, цеху факту от инновейшн После факта на реактор уже прилетела Старпорт попер То есть, это может быть, как гелики, выход там в био С Харасом Баншой, с инвизом Может быть, то же самое с холбатами Может, передроп холбатов Может, вообще, холбат пуш Фиг знает, что это будет Ну, сиральчика, скорость овера Он сейчас все абсолютно заметит, что здесь происходит Старпорт на лабу Садится викинг, заказанный инвиз пошел Как-то у вчерашней группы, мне кажется, были понапряженнее на некоторые матчи в этой группе Пока так все на расслабоне, получается, происходит Так, гелики Гелики на вторую проезжают Пока рипер собак отвлек Сюрприз на мейн такой К стиралу приходит В виде гелионов четырех штук Три дрона уже выпилил Четыре С собаками вступает в бой Ну, собак, конечно, ставит сочку в этом всем заезде Ну, я бы сказал, что, ну, так себе Здесь размен для тирана Четыре дрона, десять лингов на рипера И четыре гелика По ресурсам примерно вровень Но, с другой стороны, там дроны погибли Ну, четыре всего, маловато, мягко говоря Мягко говоря Так, третья цеха строится Гелики стоят здесь Факта у нас, что тут Точнее Цеха Рабочие Цехи строятся Третья вообще-то готова Ну, и тут, смотри, три барака Сейчас у нас заработают Опять 1-1 грейды Опять раньше, чем у сирала По рабочим 44-48 Четыре вровень идут Сейчас 51 у сиральщика становится Ну, как-то Я не знаю Пока, мне кажется, сирал Может, как-то не в свой стиль он отыгрывает А выше он с тиранами как-то уверенно играет Может, это просто инновейшн Как бы Может, он даже побаивается Немного, не знаю Вот, ну, вот сейчас Вот, да, сейчас Нормальное количество рабочих хоть сирал Выходит Надо их до 4-й базы подумать Опа, банша сбита оказалась И чего Инвизная банша Просто сбита А как это вообще произошло? Извините, все проморгало Она ни хрена не... Она вообще ничего не убила, ребят Одного рабочего она убила Было 4 потеряно, сейчас 5 стало Да, одного рабочего все-таки убила Я вру То есть, банша Одного рабочего Еще инвиз ей сделала И провал Ну, тирана пока То есть, по... На экономику тирана Это пока никак не влияет Зерк вперед не идет Не агрессивнейший сирал 4-ю пытается занять Сам базу Здесь дропщик у нас Прилетел Пострелял немножечко мариками Улетел и на ойшен Видеть, что дальше не дожать Щиты 1-1 Буквально там 10 секунд до 1-1 грейдов Сейчас щиты будут Через силнагу и на ойшен лететь Почему здесь не зачистить две ксилнаги Мариками и одну и вторую И не присоединиться, например, ко второму дропу сюда Просто не пройти Сканит и на ойшен Не хочет, чтобы крип внизу был здесь у первого Потому что, ну, тяжело тогда будет контролить Хоть у него Здесь прям овер рядом висит, кстати говоря Ну и на ойшен улетает Сейчас дропа местами меняется Смотрите, какой Майнгеймс интересный Один тот дроп, который должен был на мейн лететь И на ойшен зачистил силнаги И расположил его снизу Второй же дроп Он наверху просто крип учистяет И, кстати, и на ойшен просто Очень много криптуморов забрел В это время 10 мариносов заходит Опять крип здесь шатает Сиралу и на ойшен Прям нереально Он не дает крип вообще распространять Просто не дает Такие куски крипа пропадают Сейчас, посмотрите, здесь Здесь уже доксилнаг почти был Вот на вот этом всем расстоянии крип Сейчас его просто не стало вообще Очередной стим на рамку И на ойшен врывается Сагрит сейчас гидру Нет, гидру он сагрит Но он видит, что Здесь ему особо ловить нечего Вылетает 2-2 грейды здесь, 2-1 Видит, что Беллинг и Линги на мейне ждут В итоге полетал, пошатал Очередной скан Опять крип То есть все сканы И на ойшен тратит, чтобы крип просканить В итоге это приносит твои плоды Учера очень мало криптуморов Вот он вниз успел чудом здесь Кусочек такой оставался Крипа сейчас уже не будет его Но криптуморы растут и заново он появится Здесь тоже надо запиливать крип Здесь крип запиливать Везде надо, короче, крип запиливать Сейчас Сиралу Иначе беда Хотя бы, чтобы вот снизу был подход Можно было, да, там как бы оборонять Королевы приходят Где могут крипт владеть В этот раз, кстати, у Сирала Лучшая ситуация по Лимиту, кстати, игре боевому Суровень идут Как в прошлый раз и на ойшен лидировал В этот раз вроде как одинаково идут По грейдам, да, анимешки на ойшен флюсе Но вот интереснейший Нидус Сейчас Сиральщик делает Для каких целей? Прям на мейн, что ли? Кстати, если на мейн запилить И люру, например, в Нидус на мейн привести Просто так бью на стиме Понимаете, если Нидус пилить с обычными юнитами Да, если там бейны есть Бейны взорвутся в здание Марики-мародеры на стиме прибегут Все через оклик убьют Если здесь люра, уже так просто не отбить Уже контролить надо там как-то Или танчиками медленно выжимать ее Так, люркеры заказываются Я все, конечно, понимаю Люра, но делает обилт как рок с тремя эволюшинами Толку от этой люры с нулем атаки вообще Нет, толк есть, но она уже как бы Теряет часть деможа, причем значительную Сплэшевый юнит И на ойшен вперед идет Танчиков много 200 лимита Много это 5 танчиков 4 либератора, то есть мех-саппорт к этому био очень неплохой Так, Сирала атаковать, собрать Да, позиция Сирала хорош, с разных сторон вообще заходит Но танки сплечены Либераторы нормально здесь стоят В это время Нидус на мейне проходит Био почти все погибло Но либераторы с танками минус нули Сирала там все Нидус на мейне прошел Здесь 4 люркера Надо их копать просто 5 люркеров У и на ойшен есть танк Марики заходят Сейчас сплэшом их так заберет Вообще всю кучу Но сзади мародеры откуда-то появились И на... Откуда они появились, эти мародеры? Это прирост был по ходу дела? Похоже, что да, это был прирост И на ойшен отбивается Сирал успел люру все посадить внутрь и уйти Ну, кстати, она там залпами мариков забрала Десяток Наверное Больше ее не получилось забрать Планетарка на 4 Если 4 ставится таким образом, что и на ойшена Для и на ойшена это направление пушить И возможность, если его погонят Ступить под эту планетарку Вниз получается Здесь крип опять выбил Здесь крип вообще нету Сирала И на ойшен не дает Ему вообще здесь крип иметь Ну вот Сканы Сверху крип напрягает Почему один Единичный дроп Одинарный, блин Сирал не отгоняет Зря это он делает Так, здесь люра зашла сбоку И на ойшен видит люру Скан Сплит небольшой Ноль юнитов потеряно Но люра дэмэджная была То есть И здесь не голые Это не первый Старкрафт, где голыми мариками Люру надо расконтролить Здесь и мародеры Здесь и медиваки Лечение Сами понимаете Пошел Так Скан И на ойшен Бой принимает Сирал Пошел в атаку Видит, что и на ойшен Далеко зашел Надо бой принимать Бой принимает Ну и на ойшен здесь Развалился По лимиту Близкой ситуации Здесь опять внизу Опять скан Опять криптуморы Шатать или что И кстати Инновейшен подрался Ребят Даже у инновейшена Такая херь бывает У меня горит Канаж так делают Или кто-то еще Ну понятно Хочется, чтобы Такие моменты Нормально были Может и на ойшен Расслаблен Я не знаю Но он за 15 секунд Где-то за 15-20 секунд До 3-3 Готовность игройдов Дал бой Может он думал Конечно Сирал будет Пассивничать Как раз таки Он займет позицию Уже И в этой позиции С грейдами Бой даст Не знаю Что он там думал Но в итоге Мог бы Соответственно Лучше эта битва Сложиться Если бы там 3-3 было И вторая бронявая Естественно Сейчас он На 3-3 Начинает движуху Сверху Танчики за камнями Можно кстати Камни пробить И вот эти И со своей Четвертой 10 танков Еще вперед 2 танка И он Вот эту базу Прессовать Примерно Опять Нидус пошел Опять Слюрой Сирал на мейк И на вышну Заходим Да Ё-моё Ё-моё Какой сейчас Флэш Зайдет Но здесь Гигантское Количество Юнитов И на вышну Было Танк сидится Забегает Фронт Хороший Сделал Вот идея Вот идея Хорошая Я про это И говорил Как раз Ну как Инновейшн Блин Дефится Вообще Жесть Просто Все Наглух Избревает Блин Просто Демон Какой-то Даже Хорошие Сидеи Не заходят С ним 3-3 Игры Идэ А еще Игры Идэ Понимаете Ну А с другой Стороны Я понимаю Почему Здесь Илюра Так херово Разменивается Да потому Что 3-3 Бью А у Илюры Две Брони И ноль Атаки То есть Она Дэмэджа Крайне Мало По По Пехоте Наносит Сейчас Даже Учитывая Что у нее Сплэш Есть Где Люркер Вообще Вот он Годите Где он Вкопан Он Где-то Здесь Остался По-моему Чуть Я нихрена Не понял Почему Меня Туда Кидает Типа Там Есть Люрк Где Он Там Вообще Есть Так Продолжается Бит 189 На 29 На 5 Базу Хорошо Сирал Забежал Планетарка Не готова И на Вышен Рабочих Не отводит У него Бой В лоб Вообще А В Нидусе Думаешь Ну Может И в Нидусе Да Да В Нидусе Сидит Просто Последнее Его местоположение Было На Мэйне Видимо Странно Не показывает Минусе Выносит Центральную Базу И на Вышен Его 200 Лимита Планетарка Отбивает Собак Надо Ее Вычинить Я То Думал Что Просто Ну Так И Показать Должен Что В Нидусе А Я Ищу Его Думаю Где Там Люрк На Халде Шульсерал Его Оставил От Смысла Вообще Он Там Один Все Возвращаюсь К вам Опять Удвижу Кстати Уверсир Оба Сбить На Мэйне Чтоб Сырал Туда Нидус И не Перел Вообще Люркеров Инновейшн Прессует Продолжает Двигаться Дальше Ну Вот Один Ренджовый Сделал Блин Вот Если Такой Стиль Ребят Играете Вот Как Сырал Играете Как Рог Играет Стрех Эволюшн Тогда Он Есть Шанс Что Он Заработает Сейчас Пока Он Не Работает Потому что И Нет И Предпосылок К этому Пошел Бой С Ультрой Сырал Накидывается На Инновейшн Инновейшн Откатил Био Пехоты Ультралиски Конечно С броней Уже Но Много Гэп Ишн Стирал Вообще Дайте Ко Потери Посмотрим В конце Ну Десять тысяч Разница Посмотрите Две Шестьсот На Двести Юнитов В игре В такой Где Узр ГТ3 Уже Было И Двадцать Восемнадцать Потери Это Слишком С перебором Так Так Кто-то Работчик Уже За кадром Убивал Кстати Говоря Ну Что Ж Дванули Новайшн Изи Просто Какое-то От него Здесь Было Остается У нас Что Остается У нас Серал Импак И Харрекейн И Лайф Два Матча У нас Остается Бу-2 Сейчас ЗВЗ Будет Соответственно Ну Серал Импак Не знаю Серал Уже Ловить Нечего Как Мне Кажется Будет Есть У него Мотивация С Импак Биться Не знаю Наверное Есть 1-5 Все Он Уже Вылетел Серал Из Групп На Последнем Месте Да Он Там Так И Останется Скорее Всего Навышен Уже Первое Занял Скорее Всего Ну Да Уже Только Максимум Две Падай Навышен Уже Первое Займет Так Прыгаю В игру Отлично Отлично Пилю рекламу Еще раз Спасибо Всем Поэтому За Блоки Отключены За Подписку На Фрем И так Далее Там И так Далее Ща рекламу Пилил Была Реклама Скажите Мне Ребят Вообще У меня Плеер Вырублен Был На самом Деле Здорово Орандыч Что Деле etcetera Или Тебя Тебе Тебя Я Тебя 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 Нет, всё, больше рекламу не пилим, как бы, просто что-то реклама идёт, копьё никакое за неё не дают, кидалово какое-то. Так, переименовал я Сера Ланфакт? Нет, не переименовал ничего. ЗВЗ у нас будет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну что, погнали, ребят. Импакт Сера Ланфакт? Продолжение следует... 16 дронов на мейне, ребят, кричи оба в 17-е и хат сыграли пацаны здесь в этом ЗВЗ. Напомню, это Бодуа, импакт очень нужно побеждать Сера Ланфакт, он уже вылетел фактически. То есть мотивация здесь у импакта явно побольше, тем более игрок не едет на близком, чтобы не побиться в онлайн-турнире в таком, тем более плотном таком турнире, я бы сказал. Где неплохие еще призовые. Ну, пока абсолютно в уровень идут, то есть боевой лимит одинаковый, рабочих одинаково. Сейчас у Сера Ланфакт на рабочую больше, но это качельки, это качельки, в общем, это нормально. Сера Ланфакт в третью хату выходит, и импакт в третью выходит, кстати говоря. Вообще секунда в секунду практически, да, вообще одновременно. И скорость-то заказана. Нет, скорость 6 секунд, разница. Не в пользу Сера Ланфакт чуть пораньше. Там несколько лингов строят импакт. Два есть, два прибежал, игра идет в третью. Еще шесть да заказал. И без Беллинг Неста это все происходит. А Сера Ланфакт надежно действует с Беллинг Нестом, то есть он играет. Собак, правда, не подстраивает, у него вообще ноль что ли. У меня четыре есть, четыре есть, они дома стоят. Одна бегает на разведке здесь. Кстати, Сера Ланфакт сейчас поймет, что Беллинг Неста нет. Роуч Ворон заказан. Линг пробегает, ну... Опа. Спалил, спалил импакт, что Роуч Ворон строится. Сера, точнее, что Роуч Ворон строится. И у нас десять лингов плюс три Беллинга делается. Развел импакт, тут надо заказ получается. Собаки пробегают вот прям к третьей базе. Прям в наглую тут импакт начинает действовать. Сейчас повезло, что Бейн не взорвался. Помню, если бы он на оклике шел, был бы уничтожен просто. Так, собачки третьи просто нереально как нагрызли. Развел импакт Сиральщика на взрыв Бейнов. Успеет Хату убить? Сейчас Хату минуснет импакту. Это вообще фейл для Сера. Пытается сгрызть. Так, но не, не сгрызть. Тут ХП много слишком осталось. Двеносто три. Не-не-не. Было бы чуть больше собак, может убил бы. Но не убил в итоге. И, кстати, по лимиту в плюс немножечко импакт, конечно. Но смогут его Роуч подготовиться к тридцати лингам врыву этому. Лингов-то реально дофига тут прибегает. И Сираль сейчас сможет проатаковать с Бейнами. Вот он всё сюда стягивает. Ну, как-то они по очереди бежали. В итоге здесь королевы успели подтянуться сюда. Роучи много. Плюс три королевы. Ну, да нет. Здесь как бы просто реведжеров ещё если морфить. Попытаться морфить было бы неплохо. Но Сираль предпочитает на вторую базу побежать. И, кстати говоря, у импакта здесь дроны вообще без прикрытия. Бейн криво как взрывается. Десять дронов минус. Но всё равно импакта больше лимита. Ну, это, кстати, какой-то пуш готовился от импакта, получается. Сираль успеет Роуч построить. Вот как-то импакт проморгал. Момент врыва. А! Он побежал собаками в сети. Он побежал собаками. И сгрыз третью. Вот что сейчас произошло. Этот момент вообще пропустил. То есть просто побежал. И третью минус. Ну, по этому импакту не надо никуда лезть. Он просто дронов строит. И всё. Он понимает. Дронов, собственно говоря, и строит. Ну, вот опять очередное забегание лингами. И, ну, опять потеря рабочих происходит. Ненужная импакта. Королева не может их очень так эффективно прикрыть, чтобы их минимум погибло. Четыре рабочих упало. Но всё равно импакт новых заказывает. Всё равно в плюсе. Здесь Роучи строят. В общем, боевой лимит сейчас вырос. Ну, стало только одинаковым. С импактным получается. Третью новограунди сейчас восстанавливает. Кстати, овером видит импакт. Королева минуснут сейчас. Какая-то очень опасная такая тема. Овера зачем-то держал рядом. Вообще не заметил. Сейчас потеря будет. Две королевы точно не отпустят. Ребят, после этого матча будет крайний матч в этой группе на сегодня. Ребят, помните, в этом Hurricane Alive. Возможно, там даже будет судьба решаться каких-то там мест. Я не знаю. 95-81 пользу импакта по обгрейдам. Сирала плюс один чуть раньше заказан. Импакт без лейера. Самое интересное. Он все это делает без лейера, ребят. То есть, это все равно какой-то выход будет, насколько я вижу. У нас овера одного находит. Импакт сираловского. Ну, это минус овер. Здесь крипа дофига. То есть, крипа двусточной королевой минуснет. Собаки пробегают на хг. Овера не прикрыли. Собак минуснул. И взял и не добил просто. Ну, что за бред тут. Только я сказал, он точно уйдет. Но это не до контроля. Конечно, он должен был. Точно не уйдет. Конечно, он должен был не уйти. Просто надо было королевой тыкнуть разочек и все. Импакт этого не сделал. Какой-то он пошел. Видно же, вот овер висит. Один удар. Два удара остается. Решил все-таки добить, кстати, овера. Понял, что, блин, какая-то халявная цель. И добил, добил. Ну, соплай-блоков все равно нет. Сирал у импакта плюс один. У импакта реверч заделся. Камни проблевает. Сирал, конечно, понимает, что здесь лейера нет. Здесь какая-то атака будет на него сейчас идти. У самого лейера здесь пошла скорость с роучем. Но кто лимит 30 Сиралу восполнит в этот момент? 30 лимита очень много. Собаки, конечно, не будут так жестко решать, как могли бы. Но здесь и один ревенджер присутствует. Ребята, и больше бы его лимита почти на сорокет почти. Нет, на 30, но не на сорокет. Было сейчас перед боем. Заходит импакт, принимает бой. У Сирала королева. У Сирала все здесь юниты, которые только можно в бою. Собачки подбегают. Собачки, конечно, без брони против роуч с плюс один не так эффективно. И все равно они потанковывают и дэмэдж наносят какой-никакой. Это 1-0 в пользу импакта, ребят. Похоже, что он Сирала здесь разбирает. И на этом все. Просто такой затянувшийся пуш, а такой тип пуши, когда долго-долго без лейера сидишь, просто мачишься, скрываешь свои юниты и потом выход делаешь. Грамотный. Грамотный. Ну так, Сирала. Более такой опыт. Уверена, что ли, Сиральчика. Уступление сегодня ждал, но... Не знаю. Главное на Блесконе как выступить. ГГ, ребята. 1-0 импакт. Вторую карту ждал. Ага. 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 Эsych高шipedia. Меняется. Ага. Ага. Это. Он сприпит... Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают Ну да, Тирана выбрал случайно Ладно, Тепхоз заново Сейчас сдадут этот косяк, конечно Так, повтор Да не заново хостануть Ну да какой повтор, зачем? Продолжаем Так, прыгаю в игру, отлично Ну да, не заново хостануть Так, что-то не получилось заскочить А вот сейчас получилось отлично Претего до этого я заскакивал Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Так, ну что уже За красивую игру За все дела, короче, ребята 1-0 импакт Вторая карта Оба тоже через хату играть Никто первый не играет В прошлый раз импакт Пушем пришел, сырала убил Пушем без скорости Собак таким медленным Ну вот Было прикольно Сирал удали Ну бывает Ошиблись, короче Они туда поставили На ликвипедии Потом изменят Импакт тинее, ребят Сирал крас Мехдепо у нас К позиции 7 часов Сирал Час дня Импакт Кросс респы Получается Пока тоже зеркально Более-менее играет Ну импакта На две собачки Больше Ну 6 заказано Сирала 4 Получается Ну И продолжаю Дрон настроиться Так Так Грыз импакт Импакт Камешки Вот эти Очень рано Пока делать Нечего Видно было Не знаю Там в чем Почему Именно так Вот у нас Срочно Его надо было Сгрызть Тоже Третья В общем Одинаково Почти Развивается Сирал Только Работ Чуть Пораньше Заказывает Бывает И такое Кусь-кусь Дрон Не сделал Можно было Куснуть Сирала Линга Кстати У него Скорость Раньше Будет Чему На секунду Чему Импакта Но это Ему Не помогает Против Королеву Которая Раньше Есть Минус Линк Ну Третья У Сирала Чуть Раньше Хата На Буквально Секунд Там Двадцать Как бы Это Конечно Плюс То есть Можно Раньше Начать Строить Там Юнитов Собак Но ЗВЗ Не всегда И ресурсы На это Есть Это Несущественное Такое Преимущество Я бы Сказал То Что Эволюшн Сирал Ставит Это Да У него Может Плюс Один Быть Раньше Чему Импакта Заказано Импакт Заказывает Шестнадцать То есть Собирается Давить Я так понимаю Немножечко Собачка Погибла Сираловская Плюс Один Заказ Импакт Сука Собак То В общем Семнадцать Вперед Бежит Девятнадцать Два Бэйна У Сирала Семь Лингов И три Бэйна Здесь Бэйлинги Один Чуть Импакта Бэйлинг Делает А у него Один Остался Одного Королеву Вот забрал И как раз У нее Один Юнит Уничтожен Такой Подпуш Планирует Импакт Сделать Все это Никакой Не улыб Он там Рабочий Удом Устроит Естественно Задача Сейчас И не улыбить Задача Сейчас Заставить Сирала Заказывать Боевых Юнитов Обязательно А самому Тем временем Рабочих Отстроить И Ну то есть Там Лэйр Раньше Получается Видите Плюс Один Там Заказано Позже Конечно Но Заказано Начинается Движуха Здесь Бейлинги Против Бейлингов Пытается Импакт Сирала Развести Развести Не получилось Ну а я вижу Семь Роучей Заказано У импакта Ребят Скорость Роучем Пошла И Десять Дронов Еще Он Заказывает Плюс Один Позже У Сирала Лэйр Доделается Скорость Будет Чуточку Позже Чем У импакта У него Роучем Заказано Это Несущественная Разница Два Бейна Забыл Импакт Про Четырех Бейлингов Про Двух Собак Которые К нему Забежали Сирал Не стал И сразу Бейнов Морфить Подумав Что Вдруг Там Импакт Проверит А он Не проверил И позже Зашел Четыре Дрона В итоге Забрал Ну Сказать Не так Уж Там Прям Много Нереально Ну Забрал Сирал Тоже Дронов Отстраивает Но Импакт Еще Оставят Все Короче Строят Рабочий Импакт В целом В плюсе По лимиту На десяточку Где-то Это боевой Лимит Плюс Два Раньше Утирала Заказан Грейдочек Королеву Потерял Вперед Полец Овера Гонял Ну Да Там Наверное По Оверу Она Атаковала Непонятно Это Не совсем Понятно Было Куда Так Здесь Тоже Бейны Забежали Вообще Я не Вижу Где Где Белли Морфится Так Падают Камни Неужели Импакт Прям В лоб Собирается Атаковать Похоже На то 2-1 Грейды Там 2-1 Грейды Здесь У импакта Чуточку Тайминг Отстает И он На 4 Рабочих Поменьше Он Пришел Камни Выберет Сейчас Стирал Здесь Рядом Прям Находится Я вот сейчас Стирал Даже По лимиту По Был Слышал У импакта Просто Там Оверы Заказываются Волны Такие Идут Оверы Это Сейчас Сделаются Но Импакта Подземная Мувз Закопка Вот это Важный Момент Подземная Мувз Закопка Это То Что Переворачивает Зачастую ЗВЗ То есть Можно Заползать Можно Ну Харасить Начать Посмотрите 0 спорок У Сиральщика Вообще Здесь Так Импакт Оверсир Чуть Не отдал Все равно Им не улетает Ну Импакта У самого Тут Нету В общем Реводжеров Что Сбить Оверсиров Заказы Идут Постоянно Сирал Подтайминг Второй Атаки Хочет Мне кажется Выйти У него Да У него На 40 секунд Атака Раньше Вторая Это очень важно На самом деле Вот сейчас Пойдет бой И Сейчас Сирал Может Тащить В общем Прямо В этом Бою Как вы Понимаете Что Что Импакт Уже Отдает Мы Да Импакт Уже Отдает Хату Которая Чего Что Тебя Отдать Извините Тяжеловато Все Так Биться У Импакта Грейды Как у Сиральчика Сравнялись Фактически Здесь Он Пытается Зайти На Четвертую Хат Сирала Дать Бой Ему Хороший Бой Дает На Фаербол Мечка Попал Сирал Тоже На Фаербол Попал Реводжеры Затанковывают Куда Ни Вперед То Вылезли Ну Что Ужасное позиционирование армии со стороны импакта было, падают фаербуллы очень активно, и с одной и с другой стороны взирал очень дэмэдж на армию, фаербуллов наловил, но в целом-то он побеждает, реводжеров всех убил, импакт вынужден наступить на 20 лимит, его уже меньше, и да, у него заказ есть, ну тут 190-150, ребят, то есть тут тяжело. Так, 170 на 199, где-то заползали-те пошло или нет еще, пока не, пока заползали-те никаких нет, тут сирала делась вторая броня, то есть он нет. Остановился в грейдах, здесь где-то, сколько, 7 роучи ползет, главное на вторую ползти, но у сирала оставлена группа здесь, у сирала гидра есть в миксе, понимаете, а гидра это значит что? Что микс намного по ДПСу более сильный, как бы с фаербуллами ее не покосят, всю на халяву гидруют, но ее не должно покосить на халяву, понимаете, в том вопрос. Фаербуллы падают, 11 попал, здесь роучи на крипе проползают мимо, сирал реагирует, видят, что здесь харасс идет, импакт, есть время закопать дэмэдженных, чтобы они порегенились немножечко. Он пока этого не делает, у сирала, кстати, нормально здесь роучих еще встретил, принял, все в порядке, импакт идет вперед, прогоняет сиральщик фаербуллами, пытается выгнать еще полностью отсюда. Ну, кстати, можно забрать здесь все, здесь и гидра дорогущая погибнет, все здесь погибнет, фаербуллы там проходят не идеально, но проходят, вот уже импакта больше, полимит только что проигрывал, но на фаерболлах что-то насливался. Реводжеров гонят, все гонят, роучи вкопались, вот в чем плюс закоп в казино. Были красные, желтые, всякие разные стали, полностью целевкими юнитами, и выход, между прочим, идет в люркерден, то есть будет люравый импакт в ближайшее время. Занял он уже пятую базу, отирал на четырех, сидел так и сидит, принимает бои, как-то импакта здесь больше, отирал в честь армии, только сейчас вот сзади подвел. Идет, в общем-то, размена, ребят, 136-153, импакт плюс, у него в заказе, правда, много юнитов. Опять, смотрите, роучи вкопал, опять реген. Да вкопать-то он желтый, они там бегают, что ты, блин, нетерпеливый такой. Сирала тоже там роучи вкопались, эти зелененькие все стали хорошенькие. 172-161, вот забегание со стороны Сирала идет на дальнюю базу импакта. Импакт решил отступить, своего реводжера Сирала случайно, если он убил своего реводжера. Ну и потерял 9 рабочих, это реально много на такой стадии, когда уже боевые лимиты, позиционка, тем более, на малом количестве дронов идет. Ну так, затянулось бы, я сказал бы, это за ВЗ. У импакта есть люркер Дэн, вот я в этом точно могу быть уверенным, да, вот он заморфленный. Пещера скрытнее, она называется, люркер Дэн. Но у него нет ни одного гидролиза. Вот сюда бы он пришел, одного люркер кончил, краешек копаешь, хитренький, он пил, 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 стреляет. В таких вот битвах, короче, реводжер, фаерболы, много и не надо их там за фаерболе. Пару вкопал, и уже оппоненту драться практически нереально. Надо именно их покусить, а если покусить, там потеряешь. Ну, то есть армия пойдет на коле, на эти сплэша получит нормально. Так, учу, Сирала без подземного муму, да, просто закупка, а подземного муму у Сирала нет. Что-то у него есть 200, у него есть гидра, импакт, как роучеры, а вот пару люркеров, как я предполагал, готово. Фаерболы падают, туда и сюда Сирала нужно задуматься. Дуркер Дэни бы самому вообще о том, что здесь они есть. Ну, можно пока идешь роучер копать было бы импакты. Попытаться. Ну, кстати, он ко второй пришел. Люрав копал, и Сирал на муви бегает. Что за ошибки ужасные такие Сирал допускает. Просто пришел на муви во всю основную армию, вбежал оппоненту, потому что здесь он харасит. Десять дронов уже забрал. Хату тоже заберет. Ну, четвертую-то просрал. А здесь еще есть Юлюра, у которой потенциал для дальнейшего пуша имеется. То есть, нужно зайти вперед просто и еще бой принять. Куда там импакт? Наверх, через ХГ зайдет вот сюда, что ли? Или что он хочет сделать? Не пойму пока, что он хочет сделать. По темному у Сирала нет, я говорил уже об этом. Поэтому он импакт сейчас убьет. Искроу еще может убить. Нет, не убил. Ведь-то импакт уже прям не может дожать. У Сирала рабочих больше. Если он сейчас настроит там, я не знаю, Юры, блин. Он еще и может выиграть. Попытаться, по крайней мере. Но Юры он не может настроить. Но нету просто. Так, здесь бой попер. Юркеры, как я и говорил, уже позиционный фактор очень важный. Фаерболы на Микос заходят. Импакта меньше стало, чем Сирала. Но Юркеров никто не отменял. Один на Фаерболах погиб, вот еще один остался. Но импакт, прямо заняв стационарную позицию, 4 Юркера заказывал. Еще почему бы и нет. Позиция занята. Так, Юркер копается. Успело много здесь подраться. Еще 3-4 Юркера заморфилось. Один сразу сбрит. Три осталось живых. 135-167. Кстати, Сирал полностью выбил импакт в верхнюю базу, получается. То есть он экономикой в плюс. Вышел серьезный. Ну и на Люру надежду. Импакт надежды на Люру, ребята. Будет Люра, будет нормально. Если Люрой битва будет, я имею ввиду, то будет лучше каши. Вперед идет. Люркеров еще чуть-чуть вперед ставят. Надо погреть как-то армию Сирала на атаку. Вот атака пошла. Дрон, кстати, смотрите, там выманил на себя Коля Люркеров. Люра вкопалась. Еще там парочку сзади. Морфиксер. Импакт. Нужно ли так активно лезть вперед? Пошла атака. Микос какой. Хороший. Сирала идет. Но там 3 Люркера где-то под армией. Сплэш очень жесткий. Проходит. Люру не прикрыл. Сзади еще 2 новых. Не готово. Надо вкопать. Копаем. Пак Люркеров копает. Но. Так. Фаербол изобревает. Сирал видит, где Люра закопана. Импактовская. Импакт пишет ГГ. Терпел, терпел, затерпел. Казалось, все уже. Ну, минус. Сирал. Не, ни хрена. Затерпел. Харри Кейн и Лайв. Последняя карта у нас. Последний матч сегодня. Переименовываю. Жду хост. Продолжение следует. 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 Не, ну виноватично-то уже никто не опередит Я не знаю, почему ему первое место не выдали до сих пор У него уже никто нагнать не сможет Потому что у всех есть по поражению Здесь у виноватично там две ничьих, две победы, ребят Карт Каталена у нас первая Пилун Гейда Сник с Кибернетчика мы видим здесь по адептов Старгейд был от Харико Ухта, Лайва получается у нас что? Так, ну это Барагас В Марико в ЦСФ И в достаточно ранний стимпак с двух Бараков Группчик и Инженерка будет сейчас Для Грейда и для Туреток также Часть Мариков на Мэйне ставит, часть на второй Инженерка еще, гадите А, это третий Барак, это не Инженерка Гадите, а я только что Мне еще показалось, что Инженерку увидел Похоже, что показалось мне, что Инженерку увидел Не было никакой тут Инженерки Таракул прилетает вместе с Мазеркором Учиняет полный беспредел здесь фруктовый какой-то Но ломанулся за Мариками зачем-то в итоге Здесь не додобил Оракул просто в наглую разводит Мин нет, это понятно по этому билду Что-то у Илайова просто жесть Какие-то проблемы Шесть рабочих потерял И не только рабочих он шесть потерял, ребята А еще восемь суммарно рабочих И четыре Марика, начало плохое Так, ну не может начать И Лайф нормально добывать вторую базу А здесь Блинк Без бустая Плюс три барака Четыре барака у нас сейчас будет работать Плюс Блинк Плюс Пилон, кстати, Прокси Ой, то есть Харик тут еще кушать собрался На Проксе Пилон С пяти бараков А может быть даже из большего количества Ну Такой Блинк на самом деле очень жестко напрягает Устеран, конечно, со Стимом будет Но у него крайне слабая экономика Его и убить можно будет сейчас Гиты открываются Четыре уже есть И здесь пятый, короче Довар прям в атаку идет А почему бы сюда, к этим юнитам не варпануть было Не знаю Лайф делает выход До готовности Медивак Но сейчас Медиваки тоже будут уже Подстраиваются Сталки сейчас встретятся с бригадой С этой Встречается с Харикейн Сзади еще Сталкеров четыре штучки идет А зачем вот он показал, что есть А, ну просто Марика подрезал И уже в атаку попер Видит, что Стим готов Здесь надо как-то стимленных Мариков Вот этих встретить будет Уверчажем плюс Сталкером с адептом, видимо Доварп всю Сталкеров идет Харикейн прям наглудить Доварпливается Элайфу отступать пытается На оверчаж Харикейн не заходит Сейчас подождать, пока Стим кончится Только где, блин, контроль Я чуть не понимаю Сбит Медивак, который полный практически Мариков был, жесть какая Разводит Харикейн и Лайв Сейчас Медивак падает Очередной Марики уничтожены все Практически без потерь 66-46 по лимиту Бункера нет Сюда Доварп очередной идет Гейтов у нас пять И Даркшайн уже готов То есть это 1-0 Харикейнчик будет У нас Оракул прилетает Можно прикрыть от КСМ На Мариков-то выводить его смысла я не вижу Он будет сразу уничтожен Вот от КСМ их можно прикрыть Чуть отдалим Тут просто блинк контроль И агрессивный блинк можно сделать И назад блинкаться Не важно Ну чтобы поставить точку Предпочитает Харикейн агрессивный сделающий Так Все нормально Мискликать случайно был Мискликать случайно был Продолжение следует... Продолжение следует... Так, 18.48. Харикейн 1.0, ребят, чай. Ты чё тут, бригадир? А им твои полицай. Ты чё ты готов? Ты чё ты готов? Продолжение следует... Улучшение командного центра завершено. Такс, ребят, подождите. Ой, лава, сверхжёсткий чиз. Всё, я чё-то уже хернёй начал заниматься. Конец трансляции, ребят. Последняя у нас карта крайняя. На сегодня и будем закругляться. Завтра у нас будет группа Сен, соответственно, я вам всё расскажу, покажу. 14.00 так же. Ну а что же Харик у нас? Ё-моё, Харик всё спалил. И говорит, ты чё делаешь здесь, бичуга? Сейчас я тебя запилоню вообще. Это фиаско, братан, короче. Пробка на мейне, кстати, живая. А почему пилона здесь не запилить вообще? Циклон сейчас выйдет. Циклон вышел. Но, кстати, этот Циклон будет жёстко напрягать. Это один юнит, которого не поймать вообще, не убить. Второй строится. Надо просто 20 энергии подождать. И всё, ок, будет. Второй не достроит уже. Мазеркор дамажит. А чё он не отводит Циклон-то? Не понятно. Сейчас начнётся со Сталкером кайтинговой скоростью. Циклон 4.13. Он точно с такой же скоростью, как Сталкер ездит, оказывается. Чё сё, нахренел? Циклон-то этот. Опа! Посмотрите, Элайв вообще, что за чудо билды демонстрировал. Перелетел и с другой стороны прокси решил напилить. Вот наглость-то какая. Факта горит и... Ничего хорошего это не предвещает, на самом деле, Элайву. Циклон домой уехал, но он один-единственный здесь вообще циклончик. Есть. Адепт, Сталкер и Зилок идут вперёд. Такая разношерстная бригада, на самом деле, идёт вперёд. И пробка. Ещё и Мазеркор. Так, ну, верчаж снизу на луграун. Не надо, конечно, пилон сюда впилить. Гейты в перспективе просто взять открыть. А, он пока один. Чё, открывать пока нечего. Здесь есть Оракул. Ребят, ну... Так, погодите. Харикейн отступает, ребята. Банша-то инвизная. Ведь может сейчас на халяву и зайти как-нибудь. Оракул где у нас летит вообще? Чё он делает? А, он прокси всё проверяет. Через верх. Будет проходить. Зилот близко идёт, но, по-моему, он не увидит. Не увидит. Да, посмотрите. Происходит прям всё здесь рядом, но ничего не видно. Банша-фени... О, Феникс-баншус ловила. Лайва от инвиз это была последняя надежда. Лайва, на самом деле. Но он понял, что здесь всё печально, ребята. И... 2-0, пацаны. Крайний матч закончен. Крайняя карта сыграна. Сейчас я вам покажу, что мы увидим завтра. Как вы поняли, турнир то, что надо. Поэтому приходите, не ленитесь. В 14.00. Завтра у нас будут следующие игроки в группе играть. Рок. 2 не корейца здесь будет. Тайм и Лейзер. Это, во-первых, Тайм прошёл на GSL Super Tournament. ТВТ неплохо играет. Ну, выступил так себе. Интересна форма Лейзера, потому что это участник бескона от не корейцев. То есть, от европейского региона. Ну и 3 корейца. Классик Бьян. Великолепнейший Бьян. Непонятно, в какой форме находящийся. Но, вроде, он неплохо в последнее время отыгрывал. Вот. И Next Level Gaming Rogue. Пример для всех зергов сейчас. Потому что такого уровня, как у Рога, я вообще ни у кого не видел за последнее время. Так как он недавно играл. Короче говоря, 3 расы представлены. Будет достаточно интересно. Начало, как и сегодня, в 14.00. Вот. Данную запись выложу, естественно, на YouTube. Ну а на сегодня будем прощаться. Поэтому громадное всем спасибо, кто поддерживает. Как-то так, ребят. А кто сегодня прошел, кстати. Надо подвести итог. Прошел и на Вейшн с первого места. Харри Кейн и Импакт. Баланс на сегодня сложилось. Тиран, Протас, Зерг. Вчера не совсем баланс на Тиуай. Там на днище где-то остался. Зато 2 Зерга и Протас прошел. В итоге 3 Зерга, 2 Протаса, 1 Тиран у нас здесь присутствует. Посмотрим, что далее будет. Все, ребят. Пока. Продолжение следует.